Всем привет, это подкаст «Базовый блок», подкаст про блокчейн, и у микрофона Сергей Тихомиров, и со мной сегодня Кирилл Пименов из Parity. Привет! Кирилл занимается безопасностью, он главный ответственный за security в Parity. Мы записываемся в берлинском офисе компании Parity, и я говорю им большое спасибо, что меня пригласили сюда и дали записать в такой классной студии на какую-то профессиональную штуковину, это, наверное, называется пульт, вот с такими цветными кнопочками. Я надеюсь, что слушатели оценят качество звука, и я надеюсь, что качество нашей дискуссии будет отвечать в высокой планке. Ну, расскажи, пожалуйста, для начала два слова про себя, как ты пришел в блокчейн, и что тебя привело в эту область и конкретно в компанию Parity? Есть довольно забавная история, как я пришел в блокчейн, потому что еще когда я учился на физфаке МГУ, я умудрился на тамошний лабораторный комп, на майнить полный блок биткоина. Это в каком было году? Наверное, девятый, то есть я из выпуска десятого, соответственно, где-нибудь году. Слушай, а как ты умудрился в тысяча девятом году узнать про биткоин? Ну, я читал всякие разные эти самые штуки про криптоархизм и прочее, то есть не то, чтобы я там состоял в расписалке шифропанка в тот момент, но да, я где-то там этот, по крайней мере, в русскоязычных похожих там тусовках вращался. Да, я радостно продал этот блок по 30 долларов за штуку, купил на эти деньги целый ноутбук. Это, на самом деле, был клевый разговорный поинт, потому что вот, смотрите, ноутбук, который я купил вообще без, на новые цифровые деньги, радостно его грохнул об пол в дребезге через год. И как бы, да, сейчас за эти деньги я бы мог бы, наверное, квартиру на пол уронить. Я не очень жалею, зато у меня есть клевая история, и это отвадило меня от любого желания там где-то спекулировать, какие-то деньги вкладывать в какую-то криптовалюту. То есть нет, я не так сложен, я вот могу найти технологию, которая мне нравится, и там ее упорно копать, и это вот мне подходит. А пытаться как-то там где-то чего-то финансово спекулировать, это совсем не мое. После этого я занимался всякими разными другими вещами, и, в частности, я три года проработал в OpenSUSE в Нюрнберге, в первую очередь внутренними проектами по управлению, там, этими подписками, флотами серверов и прочими такими штуками. Скажите, во слово, что это вообще такое? Я только знаю, что это дистрибутив Linux. Да, на самом деле, я плохо сказал, то есть я работал в SUSE Linux GmbH, один из проектов, в которых OpenSUSE, просто про который все знают, и второй важный проект у них это SUSE Linux Enterprise. Разница где-то как между, наверное, Fedora и Red Hat. Ну, как бы, SUSE самый большой, наверное, OpenSource вендор в Европе, насколько я помню. Они, правда, второе место после Red Hat занимают там по рыночной доле коммерческих Linux, и при этом умудряются быть гораздо более хардкорно JPL-ными, чем Red Hat. Вот, это тоже было забавно и приятно. Ну, и всегда у тебя есть некоторый бонус за счет того, что ты второй на рынке, в то время как первый там судорожно ищет какие-то ниши и так далее, ты можешь спокойно и хорошо сделать все более качественно. Поэтому были всякие истории, когда ребята из поддержки какого-нибудь этого самого амазоновского клауда говорят, как у них там гораздо меньше проблем с SUSE, чем с Red Hat, хотя у Red Hat 10 тысяч инженеров, а у SUSE чего-то типа тысяча. Интересно, то есть, занимавшись такими OpenSource технологиями в приложении к корпоративному боли-сеттингу, в какой момент ты решил, что нужно фулл-тайм идти в блокчейн? Вообще, на самом деле, я решил, что я просто в Берлин хочу из него бегать. То есть, я, наверное, единственный в Parity, кто выбил Parity, потому что они в Берлине, а не наоборот. Вот, у меня, на самом деле, достаточно давно был интересен Rust, и я наблюдал, в частности, на FOS-деме с радостью анонс релиза 1.0 языка Rust, на котором Parity пишет. Вот, и да, я немножко контрибютил в Code Parity еще до того, как присоединился, причем по совсем другим поводам. Мне просто там какие-нибудь библиотеки типа JSON-RPC были нужны в моих тамошних домашних хобби-проектах, и я находил баги правил. Вот, это тоже помогло немножко просто без особого напряга и без особого стресса как-то пройти все эти интервью. То есть, не то чтобы у Parity были проблемы со мной, но у меня, естественно, были проблемы, о, парите, там, я сейчас этот самый тут. Первый месяц, потому что было действительно ужасно, в том плане, что я пришел, и о, вокруг такие крутые люди, а я какой-то такой, этот самый, писал там какие-то на Ruby on Rails в веб-попликахе и API, а тут все люди там, это криптографию все равно, что ж, наверное, сейчас вот они вот-вот меня же заблачат, как бы, поймут, что я ничего не стою, и, ну, как-то вот я... Синдром самозванца. Наверное, да. Кстати, абсолютно как бы бесплатно могу посоветовать книжку Impostors Guide to Computer Science, по-моему, она так называется, если я не прорвался, но она вот именно для того, чтобы уметь поддержать разговор с другими людьми, у которых такой же синдром самозванца на другом конце. Вот, то есть это не системный курс, это не кнут, но это способ просто почувствовать, что ты можешь участвовать в разговоре, когда люди разговаривают про красно-черные деревья или что-нибудь такое. Да. При этом забавно, что алгоритмически-то вроде, ну, то есть логически понятно, что у меня алгоритмически, наверное, все нормально, я еще в университете когда учился, я воевал во всяких этих ACM-чемпионатах, наша команда где-то в пике была, по-моему, номер 10 по Москве, то есть не то, чтобы это суперкруто, но понятно, что в Москве, в Питере там довольно высокая планка, чтобы в полуфинал пройти. Потом, да, то есть потом был этот самый кусок, типа 5 лет, когда я 6, наверное, в основном занимался такими ренемесленными программированиями, и сейчас вот оно как-то все более-менее сочетается, то есть алгоритмы наконец-то начали пригождаться, 90% времени, как бы 90% инженерной разработки нужны не алгоритмы, а инженерные навыки, вот в Париде где-то попало. И сейчас твоя роль Head of Security в Париде, в чем она заключается, какие у тебя обязанности здесь? О, она со странным образом заключается в том, что я не пишу код, да, то есть когда я сделал себе первые визитки в Париде, у нас каждый может выбрать, чего написать, я написал, что это самое с гордостью, что я вместо должности написал writes code at Parity, вот, потом мне их пришлось, конечно, самое некоторое количество запустить через шреддер, потому что Head of Security не пишет код, и это на самом деле принципиальная штука, потому что я отрабатываю разные входящие репорты, баг-репорты и так далее, у меня не должно быть никаких эмоций, связанных вот с этим куском кода. То есть если там где-то баг, я должен иметь возможность беспристрастно его разрулить, и поэтому кроме экстренных случаев, когда надо какой-нибудь экстренный фикс выкатить и так далее, я абсолютно осознанно стараюсь не трогать наши самые критические куски и проводить больше времени там над инфраструктурой или над какими-нибудь внутренними тулами. Именно потому, что если я это напишу, то я буду знать, что я его буду защищать до последнего, а работа Head of Security, особенно когда там приходят внешние репорты, там, баг-баунти или что-нибудь такое, работа состоит во многом наоборот в том, чтобы быть на стороне репортера и с инженерной командой разбираться, что там действительно есть ли фигня или нет фигни, и как ее фиксить. Вот мы, ну как бы если посмотреть, в принципе, довольно часто, где-нибудь раз в месяц, раз в две недели всплывают эти самые истории фрустрированных инженеров, которые репортили баги, а ребята из проекта говорили, что нет, нам не так нормально. Потом оказывается, что это ужасный баг, и через него там можно все там взломать, украсть, поломать, положить удаленно, эскалировать привилегии и так далее. Совсем недавнего вот в Стиме были какие-то ужасные баги, которые позволяли самопроизвольному коду получить админа на системе, где Стим запущен. Вот, но да. Мне кажется, про Zoom недавние истории, как выяснилось, что там можно перейти по ссылке, и твоя камера и микрофон будут автоматически включены в какой-то рандомный разговор. Да, нет, как бы, то есть страшных историй. И тоже не отвечали, что нам норм. Да, вот, как бы, страшных историй много, меня, правда, в последнее время интересует в меньшей степени то, насколько там ужасные баги, с этим как-то, то есть просто, да, смиряешься, как в том анекдоте держишь. Что-то дробовик рядом со шреддером дома, как бы, потому что это единственный композиторизированный девайс, и то, если там его угонят, то его надо же быстро усыпить. То есть, да, у меня дома не удалось купить телевизор без Smart TV, поэтому он просто в отдельной виртуальной сети, в которой ничего больше нет. Давай мы еще про такую вещь поговорим. Я смотрел на блог Parity, и не могу сказать, что прям очень внимательно прочитал, но пролистал твой пост про чек-лист для разработки безопасных смарт-контрактов. Но он, безусловно, будет приложен в шоу-ноты, и я всех адресую его почитать, и там очень много пунктов, мы, наверное, не будем их все разбирать один за одним. Но можешь какое-то сформулировать кратко, как тебе кажется, в чем особенности организации разработки именно смарт-контрактов по сравнению с другими типами кода? Как ее организовывать безопасно и в плане написания самого кода, и в плане организации сетапа репозитория, разделения прав? Какие здесь особенности? Да мы просто отвыкли писать код так, как надо писать код для смарт-контрактов. Это некоторая большая тревожающая штука, которая связана, как ни странно, с лицензионными соглашениями на софт, где можно написать, что да, вот даже если ты там заплатил нам 100-500 денег, то софт... Мы даже не отвечаем. Да, и это большая проблема, потому что она как бы провоцирует отношения, что ну мы что-то тут такое самое главное, чтобы в срок уложиться, а в случае работы в СУЗе был единственный случай в моей карьере, ну как бы до работы в Parity, когда инженеры надавили на менеджмент и отложили релиз, для которого уже собрали конференцию. Это на самом деле безумно круто, и такого не происходит. И, к сожалению, отношение, что ну у нас есть толстый интернет, мы всегда вам там поставим апдейты, мы как бы сделаем какой-то более-менее приемлемый уровень, а дальше мы будем уже потом разбираться. Вот он провоцирует много специфического отношения именно к процессу разработки, то есть где у тебя требования, как ты эти требования мапишь на то, как у тебя код, в каком момент ты потом этот код вычитываешь еще раз, чтобы посмотреть, нет ли у тебя каких-то посторонних допущений, ну там типа что, сеть всегда надежная или какие-нибудь такие глупые вещи. Это оправдано, когда мы делаем новый твиттер, ну как бы, ну твиттер, ну ладно, вот, а потом эта инженерная культура, она довольно сильно распространяется, и вот, к сожалению, мы уже на примере нового Боинга видим, как уже в совсем критичных приложениях мы тоже думаем, что а, ну вот мы тут посадим там 10 этих самых обезьянных, они будут нажимать на кнопки пишущей машины, рано или поздно напишут нам прошивку для Боинга. Вот, а мы будем в Боинг апдейты выпускать, да, то есть там были же истории до этого, что самолеты надо перезагружать раз в месяц и так далее. Вот, это все ужасно. Наверное, в НАСА и в каких-то других местах с очень такой, то есть самой кровью написанной инженерной культурой, наверное, все как-то не так. И в этом плане, да, мы абсолютно, как бы, то есть те подходы, которые должны применяться к написанию новой системы обмена знаниями и довериями в нашем дивном цифровом мире, они должны быть гораздо ближе к тому, как мы инженерно подходили к любой другой инфраструктуре, к тому, как мы строили мосты, к тому, как мы строили водопровод и прочие вещи, где безумные допуски всегда, чтобы в случае желательного землетрясения все продолжало работать и так далее. Вот, но да, этому никто не учит, то есть нету никакой книжки, которую можно прочитать и, как бы, понять, о, я вот все неправильно как бы подходил. Про мосты мне вспоминается история про построенные в Римской империи мосты, мостовые, там, трубопроводы, которые до сих пор стоят, и, в принципе, ну, трубопровод скорее нет, а мост стоит, и после минимального апдейта может работать точно так же. Ну, с одной стороны, тут, как бы, есть этот самый известный парадокс аргонавтов, да, когда они, как бы, плывут, у них корабль что-то отваливается, они прилепляют новое, тут продолжает быть тот же самый корабль, в какой-то момент у него все куски отвалились, все куски новые, но корабль тот же самый. Но в какой-то степени тут сложный философский вопрос, а с другой стороны, это перерасход ресурсов, это ограниченные технические решения и невозможность построить такой мост через, там, я не знаю, расселенную больше, чем, условно, там, 100 метров или что-нибудь такое. Реки такого же размера, как при римлянах. Да, то есть, не факт, что это всегда эффективно, не факт, что это применимо везде, вот, но при этом, да, то есть, странным следствием того, что софт пожирает мир, да, вот этот вот известный тезис, является то, что подходы, которые мы, в общем-то, мы практикуем, они должны становиться ближе и ближе к тем подходам, которые мы практикуем везде, в других местах мира, и в этом плане, мне кажется, что я бы очень хотел увидеть какие-нибудь, я не знаю, какой-нибудь не авто, мото, авиа, космический софт, который настолько уверен в своем качестве, что берет на себя риски. Понятно, что всегда, когда ты первый, который это делает, у тебя ужасный, огромный дизадвенточь, как это по-русски, да, выяснить, то есть, тебе хуже в рынке, чем всем остальным, потому что все остальные делают все то же самое, что ты, но они за что не отвечают. Мне было бы интересно наблюдать в мире, чтобы, как бы, наконец, осознали и взялись за ум. Ну, например, имплементация Bitcoin Core, тебе кажется примером такого кода, который очень секьюрный? Скажем так, пример вот этой новой парадигмы, когда у нас код пишется на уровне security, там, самолетов. Изначальный релиз? Конечно, нет. Да, Сатоши был, если честно, ужасен. То, как его исправляли, то есть, нет проблем с кодом, который сейчас в Bitcoin Core. У меня есть проблема с тем, что миллион маленьких гремлинов патчили его, пока он не стал более-менее безопасным. 10 лет. Да. Вот, мне кажется, что, с одной стороны, очень правильно, что мы вот в параде все думаем, как позволить социальному слою все-таки над техническим доминировать, как позволить людям решать, что вот, да, вот этот вот форк, этот апдейт, он реально нам нужен, и мы, как бы, фиксим в нем важные баги. Ну, точно так же, как... Это в некотором плане то же самое, что улучшает инженерную культуру. То есть, если мы видим, что мост, там, качается, когда по нему идет рот солдат, ну, все видели эти волшебные видео, там, когда резонанс какой-нибудь с ветром происходит, вот, мы можем просто собраться, сказать, что, нет, этот мост говно, давайте, как бы, его сейчас разберем, там, переинженерим и перестроим. Это важно, без этого инженерия сможет строить говно, и никто не будет никак на это реагировать. Get away with it. Да. С другой стороны, конечно, очень, ну, как бы, то есть, сейчас есть много интересного ресерча, и, то есть, мы выбрали Rust не случайно, именно потому, что Rust не позволяет тебе с большим количеством типовых ошибок просто даже скомпилироваться. Это не универсальная гарантия, но, в принципе, это некоторый дополнительный проверочный фреймворк, который можно использовать на благо и инженерить лучше софт. Но дело не в Rust, а в этом много где происходит, то есть, есть люди, которые там занимаются формальной верификацией. Формальная верификация, к сожалению, не позволит нам получить код, который вообще лишит любых багов, вот, но формальная верификация, конечно же, нам поможет не наступать на типовые грабли. Слушай, а давай еще такую тему раскроем, говоря про security mindset и про то, как девелоперы относятся к кодам, которые они разрабатывают. Давай поговорим про следующее, что когда Parity нанимает новых разработчиков, как вы проверяете, есть ли у них security mindset, есть ли у них это вот желание не сделать что-то тяп-ляп, а потом чинить баги, как они будут появляться, а писать с самого начала безопасно. Или, если это не является необходимым при вот приходе человека на должность разработчика, как вы это воспитываете, как вы помогаете людям прокачаться в таком направлении? Мы сейчас в таком положении, что мы не очень хотим нанимать людей, у которых нету публичного трека open source. То есть, заранее видно, как человек, в общем, относится к ремеслу и что он умеет делать, что ему нравится, что нет. Далеко не все вещи, которые мы пишем, требуют security mindset, то есть, условно говоря, наверное, робот, который занимается тем, что гид с гитхаба перекладывает на гитлаб, то есть, было бы неплохо, чтобы он там не ломался, но, в принципе, учитывая, что мы там практикуем цифровые подписи и так далее на этом гите, особо каких-то ужасных security последствий тут не будет. То есть, я бы предпочел, чтобы он был абсолютно безопасным, но это довольно маленькая и довольно нишевая история, в которой, даже если хакеры в нее проберутся, вряд ли они смогут чего-то получить. Наверное, то самое, что я говорил, что есть мосты и есть мосты, есть инфраструктура, по которой должен проехать поезд, есть инфраструктура, которая, ну, как бы тепличка на даче. У нас больше, конечно, этой самой инфраструктуры, вот особенно вокруг, там, это субстрата вокруг Parity, который больше security критичной инфраструктуры, но есть и нет. То есть, это первая часть ответа, что нет. То есть, если человек приходит в Parity заниматься какими-то внутренними вещами, например, то, наверное, мы не будем настолько внимательно смотреть, как он защищался от хакеров в своих предыдущих проектах. С другой стороны, да, мне сложно дать какой-то совет ребятам, которые только входят на рынок, кроме как, ну, попытайтесь куда-нибудь контрибировать в open source, попытайтесь иметь гитхаб. Это не универсальная и не масштабирующаяся история. Я прекрасно понимаю, что в какой-то момент, наверное, и Parity дорастет до момента, когда просто нанимать людей с прекрасным гитхабом, это будет... Людей не хватит. Да. Ну, и другой важный вопрос, что, ну, да, мы периодически расстаемся с людьми. Как ни странно, то, что код говно — это очень редкая причина расставания, я не помню, чтобы такое было на моей памяти, но так или иначе, это в некотором плане общее... То есть, я безумно горжусь тем, какая внутренне инженерная и, в принципе, культура в Parity, вот, но да, то есть, расплата из-за этого, то, что иногда даже и человек хороший, а все равно приходится расставаться. И это происходит заметно чаще, чем в других местах, где я работал. То есть, причиной расставания, вот я не совсем понял, является, скорее, не качество кода, а какие-то другие вещи, умение работать в команде и софт-скиллы или нет? Качество кода было бы хорошей причиной для расставания, если бы мы нанимали людей, которые пишут плохой код. А, то есть... То есть, вы изначально нанимаете только тех, кто пишет хороший код, но в какой-то момент вы с кем-то расстаетесь, соответственно, причина, скорее всего, лежит не в области хард-скиллов, а в области софт-скиллов. Наверное, но мне до сих пор кажется, что это какое-то флюктуация и чудо, и рано или поздно мы наймем кого-то, кто по гитхабу ничего, а так этот самый особо писать код не может. В таком случае мы, естественно, будем расставаться и с ним. Но, да, такие случаи минимальные, больше, да, в парике не очень легко работать. То есть, при всем при этом, да, как бы, то есть, мы, там, самые супердружелюбные, можно работать откуда угодно, абсолютно, можно работать в любом графике, можно брать этот самый с утра, проснуться, понять, что что-то я не хочу сегодня работать, и если, как бы, нету ничего важного, то можно просто взять отпуск на сегодня, и так далее. Это никого не тревожит. При всем при этом в парике работать не очень легко, и да, наверное, это не для всех. То есть, в частности, люди, которым надо активно показывать, куда копать, наверное, у нас им будет не очень хорошо, потому что они будут все время несчастными потеряшками. Куда копать, ну, как бы, это, в частности, да, то есть, это даже в меньшей степени культурная, да, то есть, какой-то коммуникационные навыки, а в большей степени просто некая картинка в голове. Self-driven. Нужно самому хотеть куда-то пойти, а не ждать, пока тебе скажут, куда идти. Да, но, как бы, тут же большой риск, что мы наняли кого-то, у человека какая-то картинка, а эта картинка не то, но, то есть, мы стараемся это минимизировать, да, у нас есть этот программный пост прекрасный про то, как у нас работает девелопер энергия внутри, вот, ну, да, наверное, если кому-то втемяшится, там, вот, есть, например, что в каком-то смысле ты можешь открыть ларек с бананами, да, будучи частью парить, вот, наверное, мы попросим тебя сразу же закрыть ларек с бананами, потому что это не, как бы, подходит под наше глобальное видение, вот, но как-то мы умудряемся нанимать так, что, ларек с бананами, как бы, никто не открыл пока. Слушай, давай еще, вот, вопрос, который мне хотелось бы осветить, говоря про организационную часть security, это как вы взаимодействуете с внешними, скажем так, актерами в плане security, то есть, аудиты и security report и responsible disclosure, как у вас устроен этот процесс, как его правильно организовывать? Вот, это некоторая моя достаточно такая тема, на которую я много, естественно, думаю, то есть, аудиты это довольно просто, то есть, особенно, если ты в каком-то смысле на общем поле заметный игрок, то тебе легко выстроить отношения с аудиторами, они будут с радостью пытаться тебе впрячься, даже если... В чем бизнес аудитора? Аудитора есть уникальные инженеры, которых не очень много, и их задача распихать по календарю максимально равномерно, чтобы не было момента, что вот, у меня сорвался проект, и как бы аудиторы сидят, и ничего не могут делать, потому что они уже были алоцированы. Если у тебя хорошие отношения с какими-то большими, там, этими самыми фирмами, которые действительно знают, что делают, есть, кстати, на рынке, естественно, фирмы, которые большие, но не знают, что делают, это, то есть, я, естественно, не буду называть ни имен, ничего, но у нас очень разный опыт с разными игроками. Но да, то есть, если у тебя хорошие друзькие отношения, то иногда, например, можно попроситься встать вместо проекта, который выпал, да, то есть, как бы никому на сторону они это не расскажут, тебе расскажут, поэтому ты берешь и, возможно, даже за меньший ценник встаешь не на пол, через полгода в очереди, а там через месяц. Ну и, в принципе, на самом деле, неплохо бы понимать, чего там аудиторы не любят, когда их называют аудиторами, поэтому есть абсолютно определенная причина, они не меряют формальный compliance, они пытаются помочь тебе улучшить код. А как их правильно тогда называть? Ну, в английском, вроде, как бы, индустрия сосредоточилась на назывании этого security review, то есть, на русский, да, то есть, это, видимо, независимое исследование безопасности или что-нибудь такое. То, что получается на выходе, это неформальная бумажка с отпечатью, в которой сказано, что вот, самое проверенное, да, самое нарушение налогового законодательства нету. Вместо этого на выходе это некоторый набор рекомендаций, которые будут всегда по улучшению тех или иных моментов, и моменты иногда бывают, то есть, в зависимости от того, какой у тебя самый плохой там момент, это ревью либо хорошее, либо плохое, при том, что, ну, аудиторы будут стараться написать хай хоть чему-нибудь, все равно. Понятно, что у них есть 20 багов, они не все одинаковые, самый страшный получает хай северити, самый не страшный, наверное, получает информационал северити, если там нету совсем каких-то ужасных вещей. Security review, где все северити это хай, это очень плохой знак, вот, но да, то есть, бывает хай, в смысле, удаленный атакующий может выполнять произвольный код на твоем компе, а бывает хай, в смысле, ну, если у тебя есть Windows, и у тебя есть антивирус, который подслушивает все локальные коннекшены, то, ты знаешь, он, наверное, может каким-то образом утечь с твоими, твои пароли наружу, потому что они передаются по нешифрованному localhost.tcp. Это два абсолютно разных хай, но при этом и тот, и тот будет в отчете хай, и, да, если ты открываешь чужой отчет, смотришь самую, самую страшную вещью, и от этого танцуешь, как бы, насколько хорошо все остальное. Вот эта практика заказа сторонних Security review, насколько, каким образом она строена в процесс разработки каких продуктов, то есть, вы, не знаю, раз в два месяца отдаете код, там, Polkadota на review, или, там, раз в полгода, или Polkadota, и, не знаю, Parity Ethereum, и Parity Bitcoin, еще чего-то. Мы не мыслим этим графиком, мы, скорее, привязываемся к каким-то важным релизам, mailstone, или существенным изменениям в кодовой базе, то есть, вот, естественно, перед запуском Polkadota будет, причем один и тот же код прочитает, там, 3-4 команды, какие-то уже прочитали, какие-то еще будут, и, да, мы подойдем к запуску, не иначе, как заткнув все слабые места, которые один нам укажет. То есть, возможно, то есть, проблема с регулярным ревью, особенно регулярным ревью одного вендора, это та же самая, про которую я говорил, почему я API-код не пишу, то есть, как только ты начинаешь этот код любить, ты сразу становишься плохим хакером, потому что никто не должен слишком близко познакомиться с этим кодом, чтобы его... Ну вот, это очень сложная противоречия, да, потому что, с одной стороны, тебе надо в голове какую-то ментальную карту этого кода составить, с другой стороны, эта ментальная карта не должна мешать. Особенно, если ты второй раз смотришь на код, а он там где-то изменился, у тебя ментальная карта с прошлого раза, это тоже, наверное, очень круто. Поэтому, да, мы стараемся выбирать разные заслуживающие доверия вендоров, или одного вендора сначала попросить посмотреть в один проект, потом в другой, чтобы такого не было. Вот, и как-то так джонглируем, и мы надеемся, что... То есть, мы пытаемся выжить максимум из этого самого, из фидбэка, который они нам предоставляют. Фидбэк всегда содержит два куска, то есть, есть это, что надо сделать прямо сейчас, но более важно, это, что надо сделать, чтобы такого больше не было никогда. Вот, и если честно, да, то есть, первое security review parity Ethereum и контрактов после хаков, оно содержало в себе достаточно много этих самых пожеланий. И, собственно, smart contract development checklist — это некоторая компиляция этих пожеланий, в том числе. А нынешние ревью кода, там, полки дота, субстрата и так далее, они заметно более доброжелательные именно, потому что, да, вот это вот некоторая локальная флуктуация, вот здесь вот вы там забыли знак какой-нибудь проверить. Ну, то есть, баги, к сожалению, есть всегда, вот это то, что я говорю. У нас нету всей этой самой инженерной инфраструктуры, которая позволила бы нам строить софт без багов. И под инфраструктуру я в том числе понимаю рынок, то есть, и негде взять денег на софт без багов, и негде взять 10 лет, чтобы строить этот софт без багов, а потом запустить с фанфарами. Но и в то же время, там, тулинг — это тоже очень важно, и тулинг только еле-еле, едва-едва подходит к моменту, когда он начинает вообще реально помогать. Ну, вот особенно, ну, то есть, в солидите долгое время было очень туго с тулингом. А что касается процесса responsible risk closure, как он устроен? Приходят ли вам, и насколько часто к вам приходят репорты из каких-то совершенно незнакомых третьих сторон, и как вы на них реагируете? Вот, это второе, да, действительно, компонент важный. В индустрии сложилась практика, то есть, никто не хочет реагировать на большое количество плохо продуманных реквестов от людей, которые второй день в индустрии. К сожалению, людей, которые второй день в индустрии, естественно, больше непропорционально, чем людей, которые знают, что они делают и занимаются этим 10 лет. К сожалению, из-за этого индустрия централизовалась в районе портала HackerOne, и из-за этого я, опять же, знаю истории, когда вполне валидные баг-репорты были отклонены, причем даже не на уровне разработчиков, а на уровне тех, этих самых несчастных преревьюеров HackerOne, которые там сидят и пытаются, так сказать, через миллион этих самых однотипных, дурацких и нерелевантных репортов отфильтровать только те, которые важны. Поэтому у нас нет HackerOne. То есть, я считаю, что централизация – это неправильно, я считаю, что разделение хакеров по цвету штанов на тех, которым можно прямо писать баги, и тех, которые будут рассматривать какие-то не очень квалифицированные, не очень в контексте люди, и потом принимать решение – это неправильно. Мы пока можем себе позволить просто иметь почту security.py.io, на которую всегда можно написать письмо, и можно написать зашифрованное GPG-письмо, и я обещаю, что оно будет прочитано и отвечено в течение 24 часов. Да, мы платим за это то, что очень часто выпускники недавних security курсов пишут нам туда, вот я прогнал самый open-source какой-нибудь open-was скандер на ваш веб-сайт, и там у вас отсутствует какой-то security заголовок, какой-то security заголовок, и можно ужасно ливджекать ваш сайт. Но у меня есть на этот случай заготовленный ответ, потому что как бы прямо самый можно скопипастить, там тебе 10 слов заменить. Потому что нет, вы знаете, это статический сайт на GitHub Pages. Я очень сомневаюсь, что хакер может хоть какой-нибудь вектор атаки придумать, который бы использовал крикжекинг. Ну а были ли случаи, когда таким способом к вам приходили баги, которые действительно серьезные? Да, да. А можешь рассказать что-то, что можно рассказать на эту тему? Какой-нибудь пример, который уже публично, скажем так, можно раскрывать или вы уже раскрыли? Я не хотел бы сейчас вспоминать и перевирать баги. Все, которые можно раскрывать, мы стараемся публиковать в блоге. В частности, да, то есть для нас важно, что хакеры к нам приходят не потому, что мы платим больше всех. Это как бы в принципе на черном рынке баг всегда будет стоить дороже, чем вендор может вбросить. Вот, поэтому кроме того, что ты получаешь какую-то часть денег, ты получаешь еще какие-то теплые поглаживания. Поэтому мы стараемся, если хакер не против, то там публиковать его имя в мэм. То есть, естественно, мы это делаем после того, как там все заткнуто или одновременно с рекомендацией как можно скорее установить патч. Но да, то есть если у вас есть какая-то там амбиция быть известным security researcher, то мы с удовольствием вам поможем. Мы можем договориться с вами о том, что вы у себя в блоге там на нас сошлетесь, а мы одновременно у себя в блоге на вас сошлемся или что-то такое. Мы платим не звездные суммы, но мы платим вполне справедливый, на мой взгляд, баунти. И мы действительно пытаемся быть максимально дружелюбным. То есть мы ни в коем случае не будем никогда, ни в какой суд ни на кого из репортеров подавать, если там не будет там ужасного шантажа или каких-то совсем криминальных вещей. Если мы сказали нет, нам кажется, что это not in scope, вы в этот момент начинаете быть вольны открыть баг всем в паблике и так далее. Я знаю, как это работает с другой стороны и сейчас тоже продолжаю периодически общаться с ребятами, которые в качестве основной профессии находят и раскрывают баги в софте. И да, мы стараемся быть лучше, чем большая часть компаний, которые на это реагируют. Поэтому важно, что да, вы обязательно получите от меня ответ, ну или от кого-то, кто вместо меня дежурит сейчас на этом самом секьюрити ящике. Важно, что вы не огребете, если вы сделаете, ну как бы, идти с правильным выбором. И прочие, ну то есть, как бы, вполне себе очевидные с точки зрения общей логики вещи, которые, как ни странно, в логику корпораций не всегда укладываются. Вот иногда, да, то есть, как бы, я могу понять, как компании принимают решения. Да, очень часто компании принимают не те решения, которые нравятся хоть кому-нибудь внутри. Вот, и да, пока мы достаточного размера, чтобы я мог периодически своей силой воли переломить процесс и сказать, нет, как бы мы... Вот это вот у нас... То есть, да, оно формально не укладывается в нашу полиси, но на самом деле это недоработка полиси. Вот, это сложный вопрос, потому что, да, на самом деле большая часть вещей в нашей багбаунти-полиси, они написаны там именно потому, что они написаны. Да, да, мы не производим софт, поэтому... В смысле, мы производим софт, мы не производим сервиса. Поэтому нас в большей степени интересуют баги, которые связаны с тем, что наши клиенты будут получать стабильный и хорошо предсказуемый работающий софт, и нас в меньшей степени интересуют баги, что у нас там, я не знаю, плохо настроены те самые заголовки безопасности в почте. Вот, я с удовольствием про это с кем-то поговорю, но вряд ли мы сможем выплатить баунти. Ну, иногда бывают случаи, что, да, вот у нас появился новый проект, вот он, естественно, должен быть в багбаунти, я забыл его туда внести или просто мне не пришло в голову это сделать. Да, наверное, можно мне про это написать, и я постараюсь быть максимально дружелюбленным и стать на сторону хакера, опять же. Какого порядка баунти вы выплачиваете? Сколько вообще это может быть? Это не публичная информация. У нас нету публичного гайда по баунти, у нас есть внутренний гайд по баунти, и при этом баунти выплачиваются с заранее известного эфириум кошелька, можно смотреть все выплаты и, в частности, сверять их с тем, чего вы видите в блоге, да, что мы никогда не, ну, то есть мы стараемся не делать баунти в закрытых. Если, я оставляю себе исключение, то есть если это будет какой-то ужасный баг, который надо там запатчить 90% клиентов в сети, чтобы он перестал нам угрожать, то я некоторое время буду молча пытаться всех там обновить, но при этом, да, мы не платим деньги в черный, ну, то есть вот у нас есть этот самый баунти кошелек, вы можете туда зайти на Эдзерскане и посмотреть. Все-таки такой аргумент, если вы захотели заплатить, не знаю, с другого кошелька, никто бы вам не помешал заплатить с другого кошелька? Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, в этом нет какого-то большого смысла, ну, то есть смысл прозрачности именно в том, что хакеры могут прийти и посмотреть. Вот другие, которые, то есть зачем мне ломать сетап, в котором все знают, как бы, правила игры и играют в открытую, мне сложно представить ситуацию, в которой это будет иметь смысл. Да, наверное, там это самые чуваки, которые сильно старались, прислали нам какую-то ерунду, но я все равно, как бы, пошел на встречу и вышел им по почте в футболку, ну, да, это, как бы, между нами, вот, но, скорее всего, человек, который зарепортил ерунду и сам не хотел бы, чтобы это было открыто. Да, ну, давай, наверное, закруглим эту главу нашего разговора про security как процесс, скажем, что-нибудь хочешь добавить вот по этой части, про организацию, про безопасность как... Третий компонент же есть, третий компонент – коллаборация со всякими партнерами экосистемными и так далее, вот, и опять же, тут довольно сложно выстроить эту штуку, и я до сих пор не уверен, что то, что мы построили – это окончательная система. Ну, просто идея в чем? Не хотелось бы, самое, делить наших пользователей на рублевых и копеечных. В этом плане нам нужны какие-то открытые прозрачные критерии, какие люди получают от нас, самое, заранее информацию о багах, а какие – нет. Я пока не придумал совсем прозрачную систему, вот, но мы будем про это думать, потому что, нет, это не платный канал, по которому вы получаете апдейт и парите раньше, чем все остальные, но, да, если вы, видимо, какую-то важную игру, как и система эфириума, или, там, Кусамы, или Polkadot, или чего-нибудь еще, если вы проект, который строится на субстрате, то, возможно, мы, как бы, нам было бы важно, чтобы вы могли вовремя и скоординировать с нами открыть, как бы, зафиксить эти баги и выпустить апдейт. Да, ну, давай тогда перейдем к разговору о некоторых конкретных проектах. Я хочу отметить, что у нас уже был выпуск номер 71 с Николаем Вольфом, где мы обсуждали субстрейт и Polkadot, и туда можно обратиться и послушать или переслушать этот выпуск за некоторыми техническими деталями. Мы сейчас попробуем, скажем так, дополнить этот разговор, но для тех, кто, может быть, не слышал, мне кажется, имеет смысл начать с Polkadot, как с такого, ну, флагманского, наверное, проекта Parity. По крайней мере, такое впечатление у меня сложилось по итогам конференции, докладов, что Parity очень продвигает этот проект и хочет, чтобы он взлетел. Вот, может, для тех, кто не совсем в курсе, в нескольких предложениях описать, что это, зачем это нужно, а потом мы немножко про детали поговорим и про security. Ну, во-первых, некоторая тонкость Polkadot, на самом деле, проект Web3 Foundation, это некоммерческий фонд из Швейцарии, который занимается всем, что могло бы децентрализовать и демократизировать вмен информации в интернете, и он не может тратить деньги на что-то еще, и в частности, да, то есть это именно Web3 Foundation как бы в конечном счете управляет и направляет весь ресерч, который связан с Polkadot, и контролирует спецификацию и так далее. При этом, да, это не чужие нам люди, и, да, естественно, они выбрали Parity в качестве первого имплементатора, но не единственного сети Polkadot, потому что есть некоторый заметный уровень взаимного доверия. Но, да, Parity в конечном счете просто работает по спецификации, и, да, если в спецификации какая-то шняга, то мы, да, пишем в Web3, плотно с ними работаем, они что-то там правят. Но Parity в конечном счете не является ни автором сети, ни автором пейпера, ничего такого. Ну, то есть это важная семантическая сложность, потому что, на самом деле, ну, как бы Гевен Вуд присутствует и там, и там. Да, вот именно поэтому у меня не было такой ясности в голове, сейчас она появилась, и спасибо, что приснила ситуация. Parity коммерческая компания, которая для других людей разработает блокчейн за деньги. И это, на самом деле, довольно простая самая история, поэтому у нас есть некоторый набор этических принципов, то есть мы не пишем closed source code вообще. То есть вы не можете нам заплатить и получить этот самый Fork Parity со своими пропоредарными фичами, там, парите Ethereum, парите Polkadot, субстраты, чего угодно. Вот, вы можете нам заплатить, повлиять на наш roadmap. Как ни странно, большому количеству разных институций на планете кажется выгодной сделкой, и они с удовольствием дают нам на это денег. Повлиять на roadmap не в смысле повлиять на спеки Polkadot, которые пишете не вы, а вы три фаундачи, повлиять на то, какие у вас внутренние приоритеты по имплементации разных проектов. Ну, например, да, то есть как бы вот самое наглядное, да, вот есть Secret Store для Parity Ethereum. Это дополнительный компонент в ядре Parity Ethereum, который позволяет поверх публичной сети сделать сеть с шифрованным закрытым состоянием, который никогда не будет опубликованным, но при этом будет обладать всем тем же достоверностью консенсуса, которое есть у публичной сети. То есть, условно говоря, мы можем найти пять доверенных нот, и они будут вместе поверх публичного эфириума или тестнета эфириума обмениваться какими-то привартными транзакциями, которые никогда в открытом тексту не будут на блокчейне, и хранить состояние тоже приватно, которое не будет открытым текстом на блокчейне, но при этом будет пользоваться финальностью и майнингом от основной сети эфириума. Это был абсолютно проект, который один из наших клиентов очень просил, и мы, естественно, его сделали. И он в опенсорсе? Да, естественно, он является компонентом Parity Ethereum и так далее. Никакого другого способа с нами взаимодействовать нету, но да, там, условно говоря, если даже мы разрабатываем Parity Ethereum, Polkadot, Parity Substrat, они, как ни странно, в большей части взаимосвязаны по коду, то мы смотрим на каких-то людей, которые с нами в бизнес-отношениях, и мы какие-то фичи ставим попереду других фич, например, поддержку хардверных кошельков того или иного бренда, в зависимости от того, как наши коммерческие контракты от их предпочтений. Это абсолютно не лишает свободы всех остальных и держит партии как команду на плаву. Да, это звучит очень, мне кажется, разумно, и такой очень хороший компромисс между коммитментом в опенсорс и, так сказать, быть одновременно и, скажем так, на службе комьюнити в таком каком-то высоком смысле деньги при этом зарабатывать. То есть, ну, нам повезло, что есть сейчас возможность так делать. Продавать саппорт было бы гораздо грустнее. Давай поговорим все-таки про PolkaDot с технической стороны, разъяснив различия между WebReFoundation и Parity, и кто за что отвечает. Все-таки вы, как главные имплементаторы, должны хорошо в этом разбираться и хорошо понимать, скажем так, почему архитектура этого проекта именно такая. Вот можешь вкратце описать взаимодействие основных сущностей этой системы? Ну, в некотором смысле PolkaDot — это продолжение и расширение мыслей над Ethereum 2.0, которым Герен еще достаточно давно думал. Идея такая, что абсолютно не очевидна, почему у вот этого шардированного эфира с единственной, как это, по-моему, сейчас это Beacon Chain называется, да. Вот в некоторых дизайнах это называлось Relay Chain, но не принципиально. То есть, вот эта единственная самая центральная цепочка, которая просто связывает между собой все остальные цепочки, которые по сторонам. Абсолютно очевидна, и кажется, идея, что а зачем вообще требовать, чтобы эти цепочки были одинаковые? Зачем требовать, чтобы они были гомогенные? То есть, инженерам так проще, наверное, написать, но, в принципе, никакого принципиального смысла сакрального в том, что все цепочки были одинаковые и не было. Вот и PolkaDot — это продолжение этой идеи, это попытка как раз сказать, что да, вот у нас есть этот Relay Chain, в PolkaDot он так и называется. И он в основном за ним как бы обеспечивает, как я сейчас скажу, ужасный стук, который мне потом придется долго объяснять. Он выступает провайдером финальности для вещей, которые называются парачейны, пристегнутые чейны, и передает месседжи между разными парачейнами, позволяя им читать состояние друг друга и как-то взаимодействовать. Поэтому сейчас мы, наверное, поговорим про финальность. Ну да, про финальность у меня возникает все-таки вопрос, и я вполне себе могу представить такое направление мысли, как ты описал, что у нас будет несколько разных цепочек с разным консенсусом, мы хотим их как-то связать. И у меня возникает такая, не знаю, какая-то дилемма, вот как она разрешается, что если мы хотим передать какую-то информацию с одного чейна на другой чейн, что произойдет в случае, если первый чейн будет атакован, и там произойдет какое-то, не знаю, нарушение консенсуса, невалидный переход стейта, а мы какие-то данные с первого чейна переслали во второй чейн, кто в какой момент, скажем так, после, помимо валидаторов первого чейна, кто проверяет валидность переходов в этом первом чейне, и не получится ли ситуации, когда по какой-то причине один чейн сломался, дальше из него данные или value, или какие-то штуки ушли в другие чейны и поломали все остальное. Как избежать этого эффекта домино? Вот, это абсолютно, ну то есть это один из самых важных вопросов. Вот, именно для этого в PolkyDot, к сожалению, вот на этой прекрасной диаграмме PolkyDot, которая выглядит почти как биологическая картинка из учебника, есть два типа чейнов, пристегнутых к релею, то есть есть чейны, которые называются парачейны, и есть другие чейны, абсолютно изолированные, пристегнутые через мосты. И разница в ними именно в том, что в основной зоне интереса парити сейчас разработка инструментария для парачейнов, чейнов, которые будут плотно пристегнуты в PolkyDot. И тут этой проблемы, в общем-то, по сути, нет, потому что они как раз пользуются финальностью основного релеичейна. То есть мы просим всех валидаторов или какой-то набор валидаторов, случайно выбранных с релеичейна, посмотреть и зарегистрировать то, что они сейчас видят на парачейне. И как только большинство валидаторов, ну, там более сложный механизм на самом деле, там есть два типа узлов, там есть клаттеры, собственно, и валидаторы, но идея такая, что мы заставляем релеичейн смотреть на состояние парачейна, и большинство валидаторов релеичейна говорят, что вот этот блок с таким-то номером, таким-то хэшем, он финализирован, мы его видели. Нет, но дальше хорошо, они проверили его валидность. Да, они, естественно, выступили, лайф-клиентом сети, и они проследили, что блок с таким хэшем, он как бы, ну, как бы сеть его корректно коммуницирует, он выполняет, как бы, перечень требований к этой цепи и так далее. Мне, наверное, стоит чуть-чуть отступить на шаг назад, сказать, что да, вот механизм консенсуса на самом деле проявляет, как бы, в большинстве блокчейнов сейчас они плотно связаны, но там, на самом деле, две абсолютно изолированных роли, это, собственно, блок-продюсинг и финальность. Блок-продюсинг нужен, нет никакой проблемы в блокчейне с тем, где единственный узел выпускает узлы, самые блоки одним за одним. Единственная проблема с этим в том, что узел легко вычислить, и он может и цензурировать транзакции, и он может просто, самая атака на него может заставить его игнорировать большую часть сети или вообще выпасть. Поэтому, да, мы хотим децентрализации, мы не согласны на единственный узел, выпускающий блоки. Но это отдельная задача, а финализирование блоков, то есть достижение консенсуса под ним, это другая история. И на самом деле это два разных механизма, и можно представить себе блокчейн, в котором два разных алгоритма, один блоки, собственно, по лотереи присваивает, вот ты узел номер 17, вот следующий блок твой. А второй механизм уже заставляет все угузлы договориться, что узел номер 17 дал блок, давайте на него все посмотрим, скажем, годящийся ли это блок или нет. Да, эта вот идея очень похожа на Bitcoin NG еще с 2013 года, когда мы разбиваем консенсус биткоину, когда предложили его разбить на выбор, ну, скажем так, блок-продюсеров, кавычка-кавычка, и выполнение профорка. То есть я выполнил профорк, я получил право породить кучу-кучу маленьких блоков последующие, скажем, 10 минут. Вот, потом дальше кто-то еще выполнил профорк и получил дальше следующие правы на следующие 10 минут or so. Вот, то есть идея, в принципе, она относительно не нова. Ну, да, то есть как бы proof-of-work, да, он сейчас используется и для лотереи, так называемый блок-продюсеров, и для проверки финальности. То есть для блок-продюсеров это кто первый выкрикнул, то ты молодец. Да, то есть нашел хэш с нужным количеством нулей, выкрикнул его, ура, все, блок-продюсер, как и все. А второе это, да, мы смотрим цепочку, на которой больше всего хэш-пауэра, и ее выбираем в качестве основной. То есть вот мы договоримся, валидный этот блок или нет. В принципе, профорк очень плохо предоставляет финальность, что в любой момент может всплодить ужасная самая китайская ядерная субмарина, на которой суперкомпьютер в 10 лет майнил биткоин, но майнил абсолютно другую цепь. Если на ней будет больше хэш-мощности, то да, вся история биткоина абсолютно по тому, чего написано в протоколе, в стандарте, она должна быть откручена назад, и мы примем ту, которая вот этот ужасный атомный квантовый суперкомпьютер с китайской подвольной лодки намайнил там. Это называется вероятностная финальность, то есть мы просто считаем, что в мире нету секретных суперкомпьютеров, которые майнят биткоин уже 10 лет. Но это предположение, мне кажется, оно довольно, его вероятность довольно высока, что действительно нет. Она растет с временем, с количеством блоков, которые ты пронаблюдал. Абсолютно всегда находится другой суперкомпьютер, который майнит вот тот же блок на той же, ну как бы, самый свежий. А дальше мы просто считаем, что вероятность найти цепочку там из 7 блоков альтернативную, она уже не настолько высока, а там из 100 блоков совсем стремится к нулю. Но она никогда точно не ноль. И это некоторая проблема, да? В криптографии вообще почти все никогда точно не ноль. Все хэши, все шифрование, оно все вероятностная же. Учитывая, что это как бы, если это не one-time pet, где мы просто ксорим на рандомную строку, все шифрование, оно основано на каких-то предположениях. И там везде есть ненулевая вероятность того, что все будет сломано. Это абсолютно корректно, но есть два типа ненулевой вероятности условно. То есть, одна вероятность больше, чем один раз на все атомы во Вселенной, другая меньше, чем один раз на все атомы во Вселенной. Вот. И, к сожалению... Почему вообще количество атомов – это какой-то аргумент? Ты никогда не понимал, что говорят, там, сравнивать с количеством атомов, как бы, и что, столько атомов. Потому что это предел вычислений, которые мы можем за секунду проводить. То есть, если мы превратим всю нашу Вселенную в компьютроне, один гигантский, то мы не можем считать больше, чем вот такое вот количество вещей одновременно. Ну, понятно, что это совсем притянутый за уж принцип, но как бы там есть разница, там, типа, в 20 порядков между вещами, которые достаточно невероятны, но все-таки, самое, хотелось бы понадежнее, и вещами, которые настолько невероятны, что невероятно, что можно это все перестать про это думать. С нуткоином, с вероятностной, самой финальностью проблемы в том, что, чтобы вычислить вот эту вероятность, на самом деле, надо очень много допущений про то, как устроена реальная экономика реального мира принять. Типа, какие компьютеры у кого есть, как именно они нам играют в эту лотерею и так далее. И все проблемы с селфиш майнингом и так далее, они именно из-за того, что на самом деле игроки играют в лотерею не совсем так, как ты бы ожидал, они будут играть. При этом, да, это большой, кстати, разговор, выводящий биткоин, сообщество, из технических разговоров в этические, вот как бы селфиш майнинг вообще допустим или нет? Ну, что же допустим, это некоторое явление природы, вот можно вот так поступать. Это просто нейтральное утверждение о мире вокруг нас, это не хорошо и не плохо. Да, но во всех этих самых, на самом деле, всегда во всех играх есть некоторый этический компонент. И дальше мы просто, мы как цивилизация, мы довольно плохо дизайним игры, которые всегда приводят нас только к общему выигравшу всех на планете, да. Очень часто выигрыш одних на сто... Ну, как бы... Игра может быть с позитивной суммой, но все равно кто-то в ней проигрывает и выходит из нее с меньшим количеством всего, чем вошел. И это некоторая печальная история, потому что очень часто игры в результате такого... То есть мы очень плохо прогнозируем вот эти негативные экстерналии, и да, вот это даже тоже глобальное изменение климата, казалось бы, абсолютно игра с позитивной суммой, то есть мы производим новые штуки, мы там выпускаем лекарства и так далее, но у нас вот есть накапливающиеся негативные экстерналии, которые там нам скоро планетку поломают. Мы очень плохо это дизайним, и поэтому я не верю, потому что мы в какой-то момент сможем все абсолютно кодифицировать в виде математического протокола и ничего, как бы, то есть не привлекать человеческую этику для принятия тех или иных решений. И если мы на самом деле посмотрим, что происходит в том же, в разговоре про биткоин и про изменение протокола и так далее, это все абсолютно разговоры про этику в том числе. То есть как бы мы хотели, чтобы биткоин развивался, чтобы было что-то другое, чем то, что есть сейчас. Это абсолютно не алгоритмическая задача, это задача абсолютно политическая, этическая, то есть абсолютно на уровне социологии. Да, да, тут я соглашусь, но социальных наук в целом, не только социология. Да, да. Ну, давай немножко вернемся более к конкретике про полкодот. Мы, собственно, начали с того, что как устроена безопасность, и как безопасность переносится с одного парачейна на другой, и кто что валидирует. То есть если я правильно тебя понимаю, есть некоторые релайчейны посередине, к нему подключены парачейны. Ну, допустим, мы пока не говорим про бриджи, вот только про то, что ты называешь плотно пристегнутыми блокчейнами. И те, кто сидит в середине на релайчейне, они хотя бы время от времени проверяют не просто, что на таком-то парачейне новый блок имеет хэш такой-то, они еще и залезают, реально получают данные этого блока, прогоняют его по правилам валидности парачейна, и говорят, окей, действительно, здесь все транзакции валидны, все стейт-транзишны валидны. Ну, это некоторое упрощение, но в конечном счете так, да. То есть, дело в том, что это разделено на две роли, то есть, есть люди, которые там прогоняют какие-то стейт-транзишны, а есть люди, которые потом говорят, да, я вот поверил, что этот блок, он такой-то, те самые валидаторы и коллаторы, они разделяются. Но, ну, как бы, и дальше, поскольку между ними есть некоторая доля недоверия, то появляется еще роль фишерменов, которые говорят, что, а, вот этот коллатор-то наврал тебе, вот, я как бы готов, вот тебе выписка, да, которая доказывает, что на самом деле там он что-то не то принес. Вот, после этого там кого-то расколочивают на деньги. Ну, и тут довольно интересная как раз теоретика игровая история про то, что, да, то есть, поскольку фишермены валидны и специфицированы, то никому не придется ими пользоваться, скорее всего, потому что... А это не упирается все в проблему, которую мы обсуждали в выпуске с Алексом Скидановым, из NeoProtocol, в проблему Data Availability? То есть, если предположить, что некоторый парачейн будет захвачен и злонамеренными валидаторами, они там пройдят невалидный блок и просто никому не дадут сами данные, чтобы их можно было проверить. То есть, не знаю, там, 80% валидаторов Malicious, они пройдили некоторые невалидные State Transition, сказали, следующий хэш-блока вот такой, мы все чекнули, все окей, на самом деле все не окей, никто уже не проверит ничего без данных. Вопрос-то именно в том, какой процент Malicious валидаторов нам является приемлемым, потому что ничто не спасет в мире, где 100% валидаторов Malicious, они могут... Нет, ну этот парачейн уже не спасти, но как предотвратить то, чтобы он своей невалидностью инфицировал остальные парачейнеры? Вот, те самые блоки разделяются по Azure. Информация о блоке делится на большое количество закодированных кусков, и эти куски, я не помню, используются ли там RIT Solomon или какие-то другие кодирования избыточности, но да, у нас есть система этого самого избыточного хранения, которая позволит реконструировать блоки потом, при этом минимизируя нагрузку хранения на отдельных узлы, которые этим заняты. А как устроен консенсус самого центрального чейна? Там какой-то proof of stake? Да, там nominated proof of stake, то есть есть узлы, которые, собственно, валидируют, и они валидируют каким-то своим минимальным стейком, который нужен, чтобы просто сказать, ребята, да, голосуйте за меня. А есть узлы, у которых большое количество, собственно, финансового ресурса, то есть этих самых токенов DOT, и они говорят, что я бы хотел номинировать вот этого ребят, потому что я им доверяю. И дальше, да, самый есть механизм слэшинга, который, если твой номинатор не ведет себя по правилам, за него пролетает еще и тебе. То есть это довольно хитро сбалансированная, опять же, с точки зрения геймтеори, механизм, и есть у нас красивый, и у Web3 Research красивые блоги с картиночками про то, кто кого номинирует, и кто кого потом слэшинга. Потому что слэшинг еще забавно задизайнен. Чем больше узлов одновременно плохо себя ведут, или там выпали, или что-то говорят, какую-то фигню, тем сильнее наказание каждому из них. Это довольно волшебный механизм, потому что мы верим, что он в конечном счете приведет к тому, что узлы полки дота будут очень сильно распределены по разным дата-центрам, провайдерам и так далее. То есть если ты встал в тот же Amazon, где уже кто-то есть, ты сделал игру для себя похуже и для этого второго похуже. И кто-то один из вас двоих возьмет и мигрирует куда-нибудь еще, просто потому, что попадание метеорита в этот дата-центр не ударило по нему так сильно. Ну, подожди, ты же можешь не знать, в каком я дата-центре размещен. Просто ты на Амазоне, я на Амазоне, дальше Амазон сам своим внутренними какими-то штуковинами вычтет, что ага, мы их разместим в одном центре, потому что нам так хочется. Это не только на Амазоне работает, ты, естественно, всегда выбираешь, ну, как бы не дата-центр, но то, что называется AZ, Availability Zone. Я могу выбрать независимо эту зону, и ты выберешь такую же зону. Как мы друг по другу знаем, что мы в одной зоне? Ну, валидаторы-то все публично в сети участвуют. То есть я могу посмотреть, кто там с какими IP-адресами и чего валидирует. Поскольку как раз это ГРНПА финальность, это такой полусинхронный протокол, он требует переговоров между узлами. Ну, хотя бы по ГОССИПу, но он требует их присутствия в онлайне довольно часто. Это не работает настолько же элегантно просто, как в Proof of Work, где кто угодно по радио, по телетайпу передает блок, и он просто принимается. Перед блок стрим сеталайт. Вот, к сожалению, да. То есть с одной стороны это повышает общую эффективность системы, потому что у нас... Ну, как бы, то есть мы можем не тратить всю энергию Гренландии на то, чтобы поддерживать блокчейн на плаву. Это гигантский выигрыш. Вот, с другой стороны, да, появляются требования теперь к тому, чтобы у тебя все было задублировано, и кондиционеры в дата-центре были, там, N плюс 2 и так далее. Слушай, я бы сказал, что здесь очень важно еще появляется требование мало того, что кондиционеры в дата-центре, но и дата-центр как точка отказа. То есть если все захочутся, условно говоря, ну, скажем так, если для этого консенсусу нужно охотиться в профессиональном дата-центре, все профессиональные дата-центры оперируются, скажем, пятью крупнейшими хостерами, а дальше... Так, это далеко не так. То есть даже на пределах Европы дата-центров владельцев сотни. А, хорошо, окей, как бы этот аргумент снимается, но я веду к тому, что если предположить какое-то, не знаю, правительство недовольно этой системой и хочет ее закрыть, ему относительно просто прийти к хостерам и на них надавить. Если Россия поднимет великий фейерволл, то да, то есть все чуваки, которые хостились в России, они, наверное, пока не смогут его пробуровить, они будут сильно послешены. Да, это проблема, но да, то есть это не кажется непреодолимой проблемой, а это кажется каким-то самым веселым экономическим давлением, чтобы люди, которые занимаются хостингом полки-дота, сильно вкладывались в преодоление всякой государственной цензуры. И, кстати, самые китайские стейкеры довольно сильно этой проблемой сейчас занимаются. Тебе не нужен гигабитный канал, в некотором смысле это все упрощает. То есть он должен быть сильно надежным, но там не то чтобы большие требования по пропускной способности. В крайнем случае, да, там какое-то самое пиратское радио наверное сможет это осуществлять. Я не знаю, я не видел никаких исследований. То есть этим занимается не парить, этим занимаются какие-то другие интересанты. Окей, fair enough. Нет, просто я так размышляю, с одной стороны, как бы с биткоин стороны, то, что они делают, насколько я представляю общую философию этого проекта, что мы сделаем так, чтобы система была, ну как, не знаю, таракан, который переживает ядерную зиму. Система, которая может выжить при любых обстоятельствах. Если есть хотя бы там, не знаю, два человека, у которых компьютеры поддерживают протокол, то сеть будет жить в том или ином случае. У него будет ужасная проблема, то есть как бы если у нас сильно падает хэш-мощность, то проблема довольно фатальная. То есть она по идее должна оправиться, но если честно, я бы хотел посмотреть практически. То есть просто мы будем очень долго пыхтеть до следующего difficulty adjustment, если мы упадем в 100 раз. Да, а дальше вопрос, то есть как вообще ведет себя цепь, когда она в 100 раз медленнее блоки производит, что у нее происходит с mempool, что у нее происходит с транзакциями, что происходит с ее пользователями. Да, наверное, в каком-то виде она сможет продолжать движение, но я правда бы там миллион именно инженерных опять же проблем, с которыми мы пока не сталкивались, поэтому, наверное, те самые сотни греблинов, которые патчили наш клиент Bitcoin Core, они, наверное, пока не очень в курсе, что там происходит. Окей, ну давай тогда можешь как-то охарактеризовать общее состояние проекта Polkadot, в каком он находится, не знаю, когда релиз, когда майнет, что уже развернут, что уже работает. Ну вот в прошлую пятницу мы зарелизили сеть, которая называется Kusama, и Kusama это, наверное, экспериментальная сеть Polkadot. Она не Tessnet, это довольно важный момент, потому что это не наша карманная сеть, в которой ходят какие-то самые бумажные фантики, которыми там Web3 или Parity полностью распоряжаются. В некотором плане Kusama это просто не отаудированная Polkadot, которую мы запустили заранее, чтобы посмотреть на ней, как в реальном мире будут выполняться все эти самые допущения нашей теории игр. Правильно ли я понимаю, что это характеризуется словами Economically Incentivized Testnet? Да, мы ожидаем, что токенов ограниченное количество, они распределены ровно так же, как будут распределены в Genesis блоке Polkadot. Ну, там плюс-минус, то есть не все захотели сейчас клеймить прямо это Genesis с вкусами, кто-то, соответственно, будет клеймить потом. Для этого тоже есть механизм. Но идея в том, что да, мы не можем тестировать экономическую тему игры, не имея экономики. То есть нельзя на деньгах из Монополии тестировать настоящие экономические механизмы, которые наказывают человека рублем. Поэтому, поскольку supply токенов ограничен, а как бы есть при этом какой-то на них спрос, то у них будет какая-то стоимость, и поэтому этот Proof of Stake будет иметь смысл вкусами. Вот проблема тестнетов на Proof of Stake, да, в том, что он никого смысла не имеет, кто угодно может сжечь свои купюры. Каким образом токены, вот сейчас мне хочется просто прояснить, я, может быть, не совсем понял, как и, то есть вот есть сеть Кусам, у нее есть какие-то свои токены, при этом цель состоит в том, чтобы другие какие-то люди придавали этим токенам ценность, то есть как бы мы хотим повлиять на восприятие мира этими людьми, что мы можем... Ну экономику ты не обманешь, мне пару раз предлагали прямо денег за большое количество кован эфирок, при том, что они совсем бесплатные, но вот мне как бы надо прямо сейчас, мне не надо там жрать, пока они из крана накапывают, давай я тебе там дам 100 долларов, ты мне переведешь тысячу кован эфирок. То есть в некотором смысле у кован эфирок абсолютно независимо от наших желаний была какая-то отличная от нуля стоимость. Вот. Вкусами мы рассчитываем, что это будет гораздо более ярко выражено и, судя по всему, люди, которые с нами вместе сейчас будут пытаться начать валидировать и так далее, они тоже с этим согласны. То есть есть некоторые ожидания по-моему где-то какие-то биржи уже что-то, куда-то фьючерсы на Кусаму или что-то. Это вот токены Кусамы, скажем так, если у меня есть какое-то количество токенов Кусамы, означает ли это, что я могу заклеймить какое-то количество настоящих токенов Полька Дота, когда она запустится? Или наоборот, у меня были токены Полька Дота, я заклеймил? Это две разных сети, они будут двигаться параллельно. Вот, в каждой из них есть свои токены, мы в какой-то момент, наверное, между ними появится Бридж, потому что, да, все будет забриджено в Полька Дот рано или поздно, а забридж туда Кусаму очень интересно, потому что с некоторого момента, ну, как бы, какая-то Полька Дот, условно, два, вторая версия, она будет масштабироваться именно путем постегивания к ней дополнительных Полька Дотов. И, да, в такой фрактальной штуке, то есть сообщения начнут ходить медленнее, но зато мы сможем преодолеть какой-то там наш практически инженерный предел, сколько там, или сколько Дота сможет поддерживать парачейнов. То есть, по-моему, мы сейчас консервативно оцениваем, что 100 слотов мы точно тянем, вот, если мы сможем прооптимизировать то и это, то тысяча не окажется пределом. Но хотелось бы иметь мир, в котором больше тысячи суверендах блокчейнов, вот, поэтому, видимо, некоторые из этих слотов будут заняты другими полкодотами, которым тоже будет пристегнут по тысяче блокчейнов. А вот когда, когда ты говоришь о том, что вот вы тянете N парачейнов и хотите довести там это число до N, вы это рассчитываете на каком оборудовании? Пытаетесь ли вы сделать так, чтобы я мог на обычном там консюмерском лаптопе это поддерживать, или вы ориентируетесь на какие-то серверные архитектуры? Сама полкодота довольно простая и не содержит майонга. В этом плане держать ноду, это в первую очередь требование именно онлайн, а не к каким-то другим вещам. Ну, RAM, bandwidth, storage в конце концов. Нет, на самом деле, то есть как бы это не будет, то есть если у нас в системе есть абсолютная финальность, то проблема со storage гораздо меньше, потому что мы можем понять, в какой момент наша история никогда не будет откачана назад. Просто по определению, потому что все, что было бы откачано, это не настоящая история по определению. Вот, то есть, и это, кстати, ну, как бы очень важное отличие Proof of Stake и Proof of Authority от Proof of Work, потому что в Proof of Work мы всегда можем откатить и 100 блоков назад и так далее. И все блокчейн-клиенты для Proof of Work, включая клиента Parity, у них есть некоторый практический лимит, то есть, по-моему, Parity сейчас не может, не поддерживает откатов глубже, чем 1000 блоков назад. То есть, да, мы ожидаем, что для больших цепей с большим хешрейтом этого не произойдет никогда, вот, но да, есть же этот прекрасный веб-сайт, который смотрит на маленькие Proof of Work. Да, спасибо за URL. Будет там трехзначные суммы на то, чтобы провести атаку 51 за час там на какую-то цепь. Да, там, собственно, для всех цепей, кроме биткоина и эфириума, по-моему, там, я просто сейчас на ходу хочу зайти, чтобы подкрепить цифрами наш разговор, что да, вот прямо сейчас, когда мы это записываем, 27 августа, биткоин, стоимость одного часа атаки 711 тысяч долларов, эфириум Дес 7 тысяч, биткоин кэш 21, лайткоин 21, тарам-пам-пам, ну да, дальше довольно быстро начинаются уже сотни, если не десятки долларов, то есть это совершенно несерьезная даже сумма. Вот, а дальше мы тихо на той самой, то есть без всякой китайской квантовой субмарины мы намайнили тысячу блоков, скормили его в сеть, вся сеть обязана принять эту цепочку как основную, но она не может, потому что у нее чисто железо не поддерживает. Вот, и в частности, да, это означает, что всякая синхронизация типа варпсинка в парите эфириуме и так далее, она должна быть очень консервативна, потому с какого момента именно мы синхронизируемся дальше блоками, а не полным снимком стейта. Идея такая, что да, то есть как бы блоки растут линейно, а стейт растет гораздо медленнее, чем линейно, то есть мы перезаписываем одни и те же ячейки по многу раз внутри стейта. Как только у нас появляется абсолютная финальность, мы на самом деле можем выкидывать всю историю блоков, которые привела сюда, ну как бы там плюс-минус заголовки я бы оставил, а само содержание не так уж и важно, там кроме определенных узлов, которые там в истории копаются. Естественно, мы планируем, что эти блоки будут где-то оставаться, какие-то, но для синхронизации полной, абсолютно нормальной валидирующей нойды, нужно просто последний финализированный стейт и те блоки, которые с того момента в сети наблюдаются. Это штука, которая растет гораздо менее быстро, чем линейно. Да, кроме того, ее понятно, где взять, она имеет абсолютно понятные криптографические свойства, то есть можно легко проверить, что да, этот стейт абсолютно правильный, он финализирован одним, там, 67% валидаторов, в зависимости от того, где у нашего ProForState алгоритма трейдов. Мы его просто скачиваем с любого узла, с нескольких узлов, сверяем у него хэш, проверяем, что все сходится, и мы на последнем состоянии сети. Это приблизительно как работает варпсинг в паре и эфириуме, но мы, к сожалению, да, я не помню, чем мы там каждые 50 тысяч блоков что ли делаем варпснапшот, то есть какое-то большое число. И потом, на педальном ходу еще там в среднем 25 тысяч блоков надо синхронизировать или как-то так. Вайн, что если у вас есть стопроцентная финальция, тогда у вас немножко другие вообще трейд-оффы, чем когда у вас финальность пробобилистическая. Вот, кстати, это еще сильно облегчает потому что хранить 100 вложенных транзакций это гораздо дороже, чем хранить 5 вложенных транзакций. А если посмотреть сейчас, как ведет себя Грэнд ПА на наших тестнедах, то там пара блоков вглубь отставания это самое медленное, что финальность забивает. То есть да, чем больше злонамеренных византийских узлов, тем как бы Грэнд ПА больше отстает от собственно текущего блока. Слушай, а давай еще поговорим про такой аспект, как ончейн гаверненс. На сайте Кусама я прочитал, что комьюнити будет управлять этой сетью через ончейн гаверненс, если я правильно понимаю, этот аспект является частью будущей сети Polkadot. Да, это та самая идея, про которую я на самом деле уже чуть-чуть отзывался применительно к другому, то есть в конечном счете весь консенсус это социальные конструкты, они технические. То есть мы просто договорились, что узлы скачанные вот с такого и такого сайта, там они видимо следуют нашему протоколу хорошо, они годные узлы, мы я могу всегда сделать свой кефириум, он будет по какому-то другому алгоритму работать и только социальный механизм удерживает эту цепь от того, чтобы быть на самом деле какой-то тоже валидной или другой валидной цепью, там эфириум или что-то такое. В этом плане, да. Эфириум разве же не про форк это решает? Именно правила валидности определяются социальным консенсусом, а дальше мы уже выбираем между ними. У эфириума есть irregular state transitions, то есть дау форк, например, вполне себе irregular state transition сообщество решило, что мы вместо того, чего написано в коде, нас больше устраивает вот такая вот социально обусловленная вещь, потому что она справедлива и хороша. Это, естественно, породило много недовольства, это породило много дискуссий, эти дискуссии на самом деле очень полезны для движения цивилизации в целом вперед, но идея такая, что в конечном счете социальный консенсус победил технический консенсус, и так и должно быть. Еще раз, потому что любая инфраструктура может сбоить, и мы как люди должны сказать, что вот это фигня. Слушай, знаешь, я с одной стороны понимаю этот аргумент, с другой стороны мне все время очень подозрительно, когда люди говорят, что мы должны то, мы должны это. Мне сразу хочется спросить, а кто такие мы? А я принадлежу к вашим мы или нет? И кто принадлежит? А есть ли какие-то другие вы, которые не принадлежат? Да, это безумная проблема нынешняя. Эфириум специально постулирует вот этот самый weak governance, типа овчейновый, слабоспецифицированный, и нам на самом деле кажется, что это не самая, то есть это не оптимум. Это просто какая-то система, которая хоть как-то работает, но если честно, она не факт, что она чьи-то конкретные интересы не ставит поперед других. К счастью, нам повезло, что там большое количество очень клевых, очень честных, очень цельных людей, и поэтому пока эфириум не захвачен никакими корпоративными интересами, но если что, насколько мало количества участников на самом деле консенсуса и дискуссий, можно убедиться, просто зайдя каждую неделю на девколл разработчиков эфириума. И сколько там человек бывает? Там бывает 100 человек, там бывает 200 человек, но они все молчат. То есть периодически Hudson, к сожалению, ну то есть это была шутка, которая не шутка, что на самом деле эфириум управляется механизмом, который называется консенсус by Hudson, просто у людей нету какого-то подготовленного мнения, они в рамках двухчасового звонка не готовы сильно изучать тему, чтобы высказывать какое-то свое мнение, и в итоге количество интересующихся стейкхолдеров там не так много по каждой из тем. Кажется, что это не так уж сложно сделать лучше, не так уж сложно мерить вовлеченность какими-то другими способами, и собственно половина интересного ресерча в Polkadot, и тоже зачем нужна Кусама, это эксперименты с тем, как сделать, как задизайнить игру, которая будет иметь лучшие будущие цепочки в виду. В этом плане да, то есть у нас есть какие-то референдумы, и мы экспериментируем например с таймлоками, что вот у нас есть изменение поведения цепочки, мы за него проголосовали, люди, которые голосовали против, могут продать свои токены, люди, которые проголосовали за, у них эти токены будут залочены, пока изменение не войдет в силу. Если ты сказал, что да, то есть их нельзя продать, как бы выйти из полкидот, то есть решить плохо, убить ее и убежать. Да, я так пытаюсь просто это переложить на токустроенные существующие государства и понимаю, что может быть с поляной биткоин-максималистов это выглядит как такой, знаешь, wet code, wet consensus и то, что не нужно, не скейлиться и так далее, с ценниками Заба, которые нужно читать и с которыми в аннуекоспектах я согласен, но если посмотреть на то, как действует общество и государство сейчас, есть некоторый, не знаю, парламент, который принимает законы и дальше все баундят к тому, что он решит, а перезбрать его можно только через 5 лет, и это если у вас работающая демократия, вот, а было бы здорово, если бы, не знаю, ты поддержал какое-то решение, значит, ты, не знаю, остаешься обязанным платить налоги, например, этому государству, а если ты против, то ты можешь, не знаю, как-то так выйти и не участвовать в этом, и это решение было бы более легкое, чем сейчас. Ну, естественно, то есть, естественно, governance, он странным образом этот термин не переводим никак в русский, вот, по крайней мере, я... Управление, это не то, госуправление. час думал, как перевести у нас на сайте Кусама, я вычитывал, ну, как бы все русскоязычные инженеры Парити вычитывали русскоязычный сайт Кусама, а все там японоязычные вычитывали японоязычный, и мы постарались сделать, чтобы он не выглядел этим самым ужасным Google Translate, а был достаточно человечным. Вот, там есть прекрасная форма, которая говорит, типа, оставьте свою почту, мы вам будем ссылать новости Кусама, и там есть опциональные галочки, типа, а что вообще сюда приперлись? Вот, а там есть галочка, которая на английском называется I'm into governance, и я целый час думал, как бы ее лучше перевести, потому что остановился я в итоге на то, что я угораю по своему управлению, но это не совсем то. Идея в том, что, да, конечно, мы все в некотором смысле выступаем обкаточными площадками улучшения этого самого governance, потому что сейчас государства застыли в дизайне какого-то условия. 19 века? Да, ну, хорошо, если 19 штаты в 18 веке застыли. То есть, в чем смысл выборщиков, которые президенты выбирают? А вот есть штат, в штате как-то проголосовали, дальше мы сажаем выборщика на телегу, и он на телеге поехал, привел к Вашингтону и дальше сказал, а вот мы проголосовали вот так. Это абсолютно не 19 век, то есть, это никого там не телеграфа, ничего такого еще нету, поэтому нужен чувак и телега. Ну, и от этого там тоже смешные коллизии, что, то есть, как они выбирают, то есть, почему эти самые... Трамп, по-моему, четвертый президент, который был выбран меньшинством в людях. Да. Ну, то есть, это просто артефакт того, как у нас устроена система информационного обмена. К счастью, мы как человечки строим лучшие системы информационного обмена, и они позволяют нам делать более хитрые, более справедливые, более глобально оптимальные системы самоуправления. Вот. И в некотором плане весь этот горький катаклизм, который мы сейчас наблюдаем политически, это именно несоответствие системы принимания решений, системы информационного обмена вне говернанца. Вот. И в этом плане то, чем, поскольку в Polkidot вкусами есть вот этот самый ончейн апгрейды, то есть, есть ончейн консенсус, который говорит, что у нас вот правила поменялись. Вот. Они на самом деле никто не может предсказать, и мы, как парите, или кто-то из в Аптерии не может предсказать, какой именно будет говернанц, потому что это, в общем, для всех участников сети коллективно решить, как он будет выглядеть. Вот. Мы, естественно, будем предлагать какие-то свои решения для проблем, которые мы видим. Вот. у нас нету никакого рычага, который позволил бы нам на всех, как бы, всех с ложки насильно докормить нашими решениями. И это, да, это площадка обкатки и выбора, и конкуренции между, ну, как бы, решений, которые более подобают 21 веку, и мы надеемся, что они будут принимать большую роль в решении координационной проблемы в человечестве в целом. Да, да, я сейчас вот задумался про то, что перед биткоином, может быть, не стоит так остро такая проблема, потому что его главный value пропозирует в том, что он не меняется. И хорошо, наверное, иметь такую систему, у которой главный поинт в том, что она не меняется, и поэтому, как бы, там и координироваться особо не нужно. То есть, по крайней мере, как мне это представляется, разработчики, там, core developers, у них есть более или менее одна картина, что им нужно работать над тем, чтобы, оставляя функциональность более-менее такой же, делать, так сказать, non-breaking changes, какие-то, улучшать производительность, улучшать какую-то, не знаю, функциональность скриптов, при этом оставляя главный аспект системы теми же самыми. Но вместе с тем, интересно также и развивать другие системы, которые бы менялись, и дальше уже следующий вопрос, а как они будут меняться, и по чьим руководствам, как за это будут голосовать, и кто будет голосовать. И это, ну, просто другая постановка задачи, и другие проблемы, которые мы таким образом решаем. Ну, у меня тут есть некоторая самая анекдотическая история про то, что как, вот я сейчас, мы в Берлине, и как в Германии борются с коррупцией на местах. Ответ такой, у локального чиновника всегда обязательно будет предусмотрено пространство для маневра, пространство для принятия решений. С точки зрения русского человека это кажется довольно безумной вещью, что как же, они же будут злоупотреблять, они могут, как бы, по закону, если там не будет четкого регламента на все случаи жизни, то они же будут как-то сами трактовать законы, и будут там деньги вымогать. Вот, на самом деле, это кажется очень эффективной антикоррупционной мерой, потому что человек, который принимает эти решения, он в некотором смысле относится к себе как к агенту, он относится к себе как к человеку, который может сделать справедливый, даже если в законе написано что-то другое. Ну, там, условно говоря, у нас вот есть это кафе, в кафе положено там делать раздельный туалет мужской и женский, но вот здесь вот у нас нет места для них, поэтому, да, окей, не будет никого штрафа за то, что у вас там один общий туалет, при том, что он нормально оборудован. Это абсолютно усмотрение местного чиновника, и в конечном счете, судя по тому, как в Германии все работает, да, это является достаточно достойной антикоррупционной мерой. Вот, в этом плане это абсолютно тот самый, тот самый bad consensus, это абсолютно, у нас нет алгоритмического предписания, как, это самое, в кафе должны быть устроены туалеты, а вместо этого есть какой-то способ, это как в планировании, это как в другой инженерной деятельности, мы не можем шестеренки подогнать совсем вплотную друг к другу, нам кажется, что так, там будет меньше потерь за счет трения, там за счет каких-то допусков и так далее, механизм будет меньше входить в разнос и так далее, но в то же время это делает его гораздо более хрупким, потому что любое, либо техническое отклонение, либо любая самая мелкая поломка, она не будет скомпенсирована другими участками системы, именно поэтому, кстати, как ни странно, японское автомобилестроение настолько успешно, у них нету сквозного конвейера, у них есть маленькие вот эти самые островки автоматизации, между которыми люди, ну как бы с погрузчиками там или сами там как ящики таскают или что они там делают, вот, но есть вот этот человеческий фактор, который все склеивает и за счет этого один из станков, там сильно опаздывающий или наоборот, не приводит к каскадному накоплению проблем, вот, это все некоторый набор аналогий, анекдотов и баек, которые приводят к тому, что в конечном счете у жесткого, строго детерминированного, неменяемого поведения есть всегда пределы роста, есть всегда организационные проблемы, которые случатся вдруг и каскадно все поломают, и на месте биткоин-максималистов я бы сильно был бы обеспокоен вот этим. Да, мне здесь пришла в голову другой тоже анекдот про Германию и про Россию, что в России, как, наверное, многие из наших слушателей знают, сейчас происходит некоторые скандалы, связанные с регистрацией на выборы, и тоже основываясь на моем опыте как члена в прошлом избирательной комиссии, я могу сказать, что закон о выборах в России написан очень четко, там прописано прямо вот, что нужно бюллетени считать вот так, их нужно перекладывать вот всяк, подписи, там каждый бюллетень заверен двумя подписями члена комиссии и так далее, и так далее, то есть, если бы это все исполняли бездушные роботы, были бы идеальные выборы, просто супер, но поскольку исполнители это живые люди, у них какие-то свои мотивации вне этого протокола, мои как бы впечатления от этой системы подсказывают, что всегда найдется место, где можно, если ты хочешь кого-то не пустить, не пустить, если ты хочешь кого-то пустить, можно пустить, поскольку в конечном итоге все равно люди делают, и по контрасту с этим, когда были выборы в Германии в 2017 году, я был в этом момент в Германии, и я зашел на избирательный участок просто посмотреть, как это происходит, и мои впечатления были такие, что все очень как-то, ну, секьюрности нет никакой, там голосуют чуть ли не вообще без документов, типа там, или показывают какие-то любые документы, все происходит в очень такой свободной форме, я бы сказал, но при этом, поскольку у людей есть некоторое в голове понимание, как система должна работать, и они следуют этому пониманию, система в итоге и работает, то есть, нет ли у тебя такого, ну, как бы, контраргумента некоторый, что такие системы, в которых высока роль веткода, как бы неплотно подогнанные друг другу системы, они, может быть, работают не потому, что они так устроены, а они так устроены, потому что их исполнители, люди, у них есть какое-то общее понимание в голове, некоторый общий консенсус в голове, что они являются в большинстве своем добропорядочными там гражданами, участниками этой системы, и они понимают, что исходя из этого предположения уже можно правила не так строго формулировать, какие-то допускать вот эти лаги, понимая, что исполнители, скорее всего, будут добросовестно из лучших побуждений их интерпретировать. Ну да, то есть эти системы плохо масштабируются. То есть вот то, что мы описываем, как бы полностью у wetware системы, они масштабируются очень плохо, и в этом плане проблема с госуправлением сейчас состоит именно в том, что да, вот мы вот находимся в дизайне вот этих систем для одного масштаба, а системы выросли там в одно, в два, на два порядка, и эта система дает очень странные сбои, которые не сводимы к тому, что кто-то один там где-то что-то плохо принял решение, они просто, ну как бы, даже несмотря на то, что они не строго регламентированы, они все равно накапливают какие-то ошибки. И в этом плане, да, то есть весь on-chain governance это некоторая просто, то есть это автоматизация off-chain governance. Это мы берем самые критичные, самые болезненные моменты, и мы автоматизируем их, чтобы наша самая goodware-based система просто могла бы пережить еще там один-два порядка роста. Вот, в этом плане очень интересно, да, что вот у Парити есть проект с ООНом по менеджменту гуманитарной помощи в лагерях для беженцев, и он безумно интересный партнер, именно потому что это самая большая организация известная человечеству, то есть это самая большая структура из людей единая. Вот, и да, у них безумные проблемы с доверием, у них безумные проблемы с масштабированием, и он не может стать более, как бы не может стать больше и не может стать эффективнее, именно потому что без трактора поля такого размера спахать уже невозможно. Мне кажется, что в конечном счете очень интересное и применение, то есть блокчейн вообще не про деньги, блокчейн про что-то другое, но вот если человеку дать тетрадку в клеточку, да, он в первую очередь начнет туда записывать там кто ему сколько должен. Вот, мы изобрели новую тетрадку в клеточку, но идеи, что там делать, кроме как считать деньги, пока некоторый дефицит. Мы работаем над этим. В этом плане все эти блокчейны, распределенные технологии, а это, да, это вот этот трактор для вспахивания социального поля, и я думаю, что в конечном счете, то есть интерес как бы к DAO, он подкрепляется сейчас, ну, в принципе, к любым этим ончейн-организациям. Он в первую очередь коммерческий, а мне очень интересно посмотреть, что там можно сделать некоммерчески. И тут, кстати, мы плавно переходим к другому нашему продукту Parity Substrat, на котором кто угодно может сравнительно безболезненно сделать свой отдельный блокчейн, и не обязательно потом его втыкать в Polkodot. Вот, и я уже некоторое время играю с идеями блокчейнов, на которых вообще нету никакого value, у которых вообще нету никакой валюты, и поэтому они просто являются децентрализованными governance механизмами, и мне кажется, что в некоторых случаях это вполне себе валидная история, которая будет работать лучше, чем если мы попытаемся на эфириуме, там, смарт-контрактами или как-то еще это выражать. Ну, слушай, все-таки, когда мы говорим про governance, видимо, мы говорим про принятие решений, которые имеют какую-то, ну, какую-то значимость для людей, которые их принимают, то есть должно быть что-то something on stake, то есть если там безмысленно использовать сложные механизмы governance, чтобы принять решение о том, куда я сегодня, не знаю, в какой ресторан я пойду ужинать, ну, какой выберу, такой и пойду, это в принципе не имеет большого значения. Если мы строим системы для принятия важных решений, то, наверное, в них как-то замешана какая-то value, какая-то ценность, и как-то ее нужно стейкать, чтобы предотвратить, ну, грубо говоря, вандализм. Если мне ничего не стоит проголосовать, то я проголосую просто от балды или специально, чтобы навредить, или просто по фану. Тебе не кажется, что все-таки, если мы делаем механизмы принятия важных и сложных решений, здесь должна быть замешана в каком-то смысле, но если не криптовалюта, то какая-то система исчисления ценностей внутри этой системы. Вот интересно подумать про систему, где это либо неверно, либо невозможно, либо плохо работает. Ну, представив себе цепочку, где метеослужбы разных стран поддерживают консенсус на тему того, какая была погода в каждый момент в каждой точке глобуса. Сейчас нет такой системы? Я просто не в курсе. Если даже она есть, она не консенсуальна, а просто состоит из перечня фактов, которые каждый из сторон сообщил. В этом плане извлекать из нее истину может быть довольно сложно. Ну, и для этого нужна какая-то человеческая... То есть, по сути, этим занимаются человечки, нахождение консенсуса в этой системе. И да, от этого она, наверное, имеет некоторый порог масштабирования, который можно легко преодолеть, если этим человечкам какую-то механизацию добавить. Кажется, что нет, как бы этот самый, не надо давать тем самым разным странам голосовать деньгами за то, где, какая погода, когда была, потому что деньги являются плохим выразителем того, Соединенным Штатам деньги гораздо дешевле, чем Камбоджа. Тем более, что они их печатают, если мы говорим о всемирной резервной валюте. Это нереально. Если бы все было в ракушках каури, было бы все равно были бы богаты и были бы бедные. Вот, и в этом плане Proof of Stake это довольно плохая система, в том плане, что, да, она, очень большое количество этого самого игротехнического дизайна в Polkidot строится именно на том, чтобы как бы нам избежать непропорционального представительства супербогатых. Потому что кажется, что в конечном счете интересы стейкхолдеров, у которых просто меньше капитала, они будут недоучтены и мы пытаемся ввести механизмы, которые сделают их более учтенными. Мне кажется, здесь как бы принципиально есть две системы и, возможно, какая-то линейная комбинация можно их собирать, что либо у нас, ну, грубо говоря, либо один человек, один голос, либо один доллар, один голос. Да, но нету людей, то есть как бы на блокчейне никто не знает, что ты собака и паспорта у тебя нет. Вот, то есть я имею в виду, потому что если ты придерживаешься того мнения, что не все измеряется деньгами, действительно не все ими измеряется, если мы отходим от идеи один доллар, один голос и, соответственно, движемся в сторону один человек, один голос, дальше возникает вопрос identity, вопрос, как доказать, что ты не собака. Да, поэтому, опять же, идея с нетокенизированными сетями, она хорошо подходит там, где у нас уже сейчас есть какой-то процесс онбординга, связанный с identity. Ну, например, мне кажется, что политическая партия вполне может иметь свой отдельный чейн, на котором они принимают решение, потому что у них нету проблемы с тем, откуда берутся identity. Да, есть какой-то самый политсовет, который принимает ребят в партию, может точно так же вайтлистить их кошельки на этом чейне, и дальше только членские кошельки имеют право голосовать, а все остальные не могут ничего кослать. Потому что на самом деле для проведения транзакции анчейн единственное, зачем вообще нужны нативные токены, это для борьбы с DOS-атакой, то есть борьбы с человеком, который возьмет и 100-500 транзакций пошлет. Покуда кто угодно может послать транзакцию, непонятно, это один человек послал 100-500 транзакций или 100-500 человек послал по одной транзакции. Давайте возьмем у них все деньги, и один человек не сможет провести такую атаку, потому что она будет экономически невыгодна. Потом кто-то другой придумает криптокотиков, который по факту является такой же точной атакой, которая просто красивыми картинками мотивирует третьи стороны побольше проводить транзакции и даже платить за это из своего кармана. Нет никаких проблем в криптокотиках, но да, они абсолютно очевидно показывают предел масштабирования в принципе этих самых классических подходов с единственным чейном опять же в свете... Без Layer 2, я бы сказал, только Layer 1. Ну да, то есть как бы кажется, что криптокотикам было бы веселее, если бы они были отдельным чейном, парачейном пристегнутым к Polkodot. И всем остальным было бы веселее. Но ею в том, что да, у нас нету игр лучше, чем криптокотики, ровно потому, что даже криптокотики наверху ставят колом все остальные транзакции. Игры — это важно, игры — это способ как раз во многом все социальные процессы намоделировать с меньшим количеством вовлеченных ресурсов. В некотором плане и Кусаму можно рассматривать как тоже занимательную игру, которая потом поможет нам лучше принимать решения для Polkodata. Поэтому да, хотелось бы, чтобы было больше всяких игр, связанных с блокчейнами, с консенсусами и так далее. Слушай, давай, наверное, мы вот так немножко, собственно, запланированный такой у нас был экскурс в философию. Давай немножко под конец нашего разговора вернемся с небесной земли. Мне бы хотелось еще пару слов спросить про партии Ethereum, как идет разработка этого проекта и какие перспективы его в свете перехода над Ethereum 2.0. Как вы участвуете в процессе разработки спеков и имплементации их? По-моему, мы были первой командой, которая как раз по спеке Шаспера запустила настоящий DeathNet. Этот код есть, он построен, как ни странно, тоже на партии субстрате, на том самом фреймворке, на котором можно собирать блокчейны. И да, возможность в субстрате выразить биткоин, возможность в нем выразить Ethereum и так далее. Плюс-минус, естественно, сетевой слой. Для нас было важно именно измерением того, насколько полезен, насколько масштабируем, насколько гибен субстрат. Мы, естественно, будем готовы в срок с Ethereum 2.0. Это будет, как и у большинства других команд, это будет абсолютно отдельный код от Ethereum 1.0. То есть, да, нет, мы там, эти самые модули, там, такие или сякие, естественно, все будут переиспользованы, но нет, это абсолютно отдельно задизайненный клиент, потому что это отдельно задизайненный протокол. Мы работали достаточно много, то есть, у нас же было много ресерча про бриджи между цепями, и в частности, то, как POE Network сейчас прибриджен к основному мейнету эфира, это во многом тоже самый результат. Это отдельный код, это не код парити, они, я так понимаю, разрабатывали и сейчас поддерживают его отдельно, вот, но да, это результат каких-то совместных размышлений, как бы могли выглядеть такие бриджи, и как их надо дизайнить, и какие там могли быть механизмы. Вот, это все делается в паблике и в опенсорском кодом. И да, эти исследования также важны, потому что, как мы пристегнем эфириум к Polkadot, да, точно таким же бриджем, где есть большое количество, ну, какое-то количество независимых хоракулов, которые наблюдают цепь, и потом мамой клянутся, делают ставки на желающие Polkadot, что все дел было именно так. Ну, и еще проект, о котором хочется кратко, по крайней мере, упомянуть, это Perity Bitcoin. Какое-то время назад я помню еще первый аннонсмент, что Perity заимплементировала ноду Bitcoin, я подумал, что классно, и потом как-то я перестал следить, этот проект жив, развивается, что с ним сейчас происходит? Ну, на самом деле, мы достаточно весело преобразовали его в клиент для ZeroCash, который называется Zebra, официально поддерживается, я не помню. Zcash Foundation? Или Electric Company. я все время, то есть, к сожалению, настолько, насколько мне приходится объяснять всем разницу между Perity и Web3 Foundation, настолько я подозреваю Зуков, все время приходится разъяснять разницу между Company и Foundation. То есть, да, этот код работает, я при этом не могу сказать, по-моему, у нас нету теста, который бы постоянно держал бы ноду включенной и смотрел, что мы там со всем происходящим можем синхронизироваться, но поскольку, да, биткоин стагнирует и не очень активно развивается, то у меня нет никаких оснований считать, что он не работает. Это было очень интересно, потому что это первый, я так понимаю, код, который не является производной оригинального кода Сатоши, написан полностью с нуля для биткоина? Нет, я тут back to disagree, есть имплементация, ну, понятно, что биткоин-кор занимает там, типа, 90 плюс процентов нодов в сети, но есть еще имплементация BTCD на Go, есть имплементация на JavaScript, который я забыл, как называется, есть несколько полноценных имплементаций, которые каждая, не знаю, какие-то единицы процентов может быть занимает количество нод. Ну, то есть это прекрасно, единицы процентов при этом, да, то есть как бы мы не пытаемся кого-то свернуть с парити на, в смысле, с этого классического биткоин-клиентов на парити биткоин, вот, мы, наверное, будем, то есть если мы будем видеть в нем баги и несовместимости, мы будем их править, но никаких гарантий вряд ли нам интересно, то есть это проект, который мы не собираемся выкидывать, но это не проект, на котором бизнес-парити каким-то образом строится, именно потому, что нету, ну, то есть бизнес-парити, да, мы пилим фичи, за которые люди зачем-то хотят принести нам денег, поскольку нету такого большого, там, самого безумия фич, то в биткоине, то нету и какой-то суперактивной разработки, усовершенствования и так далее, ну, вот, как бы в какой-то момент нашлось это самое сообщество ZeroCash, которое решило, что им интересен клиент на Расте, и да, это интенсифицировало работу и... То есть там все, включая ZeroNodeProof и Z2Z транзакции, полный... Полное поддерживаемое, да. Супер, это, скажем так, предпоследнюю тему, это Banana Split, твой проект, который мы кратко обсуждали в видеоинтервью, который мы сняли на полях, скажем так, веб-пресаммита. Раскрыли вкратце о нем, мне кажется, слушателям будет интересно и полезно. А, ну да, то есть я, в общем, страдаю от того, что я не могу писать код в основные проекты, поэтому я периодически беру и пишу какие-нибудь свои маленькие проекты, которые удивительным образом... Я бы хотел их скачать, но их не нашлось. Да, то есть достаточно у Parity большое количество сопутствующих проектов для, собственно, криптовалют, в частности, есть Parity Signer, приложение для мобильного телефона, которое может с очень-очень маленьким Attack Surface, как это называется? Поверхность атаки. Ну да. Черт знает. Это приложение на телефон, которое навсегда выключается в авиационный режим и общается со внешним миром, только показывая и сканируя камеры и QR-коды. И мы считаем, что очень мала вероятность, что где-то там в генерации или в сканировании QR-кодов есть удаленная эксплуатируемая уязвимость, поэтому мы считаем, что если ваш телефон хорошо зашифрован и вы ставите, парите сайнер, выключаете навсегда его из любой сети и заряжаете только официальным зарядником, а не втыкаете его в непонятные какие-то USB-розетки, то ваш ключ никак не может утечь, потому что в принципе нету никакого канала передачи данных. И в этом плане с этой точки зрения это решение может быть даже сильнее, чем какой-нибудь Ledger, потому что Ledger все-таки втыкается по USB, и у этого USB много фич и для компьютера, и для девайса. Мне кажется, у них одно из направлений как раз то, чтобы максимально ограничить протокол и сделать очень такой restricted протокол общения. Ну, чего же можно переживать по USB, это некоторая проблема. То есть, как бы дальше у нас нету никакого физического ограничения, что именно как именно они в софте реализовали эту проблему, и вот если мы помним доклад Wallet Fails прошлого года, то... Мы про него тоже рассказывали в подкасте. Да. В конечном счете, да, то есть, в этом софте есть баги. В нашем софте наверняка тоже есть баги, но задача сделать минимальное количество софта, и тогда из-за того, что багов на строчку у всех одинаково, в нашем софте их в конечном счете будет меньше. Генерация сканирования QR-кодов это очень-очень маленький слайс. Вот. К чему это все? Да. Значит, у нас есть вот всякие такие штуки, а следующий вопрос, а собственно, как мне бэкапить эти всякие сид-фразы, как мне бэкапить всякие короткие секреты, как мне бэкапить, где я зарыл золото на заднем дворе. То есть, все, что в принципе недостаточно просто записать на бумажку, и хотелось бы иметь какие-то более надежные способы сохранения. Уязвимость состоит и в том, что я потеряю эту бумажку, и в том, что кто-то другой ее прочитает. И это кажется довольно интересным по тризу инженерным противоречием, что с одной стороны информации должно быть достаточно, чтобы утеря ее части не приводил к потере секретов, с другой стороны ее должно быть недостаточно, чтобы почитать какую-то часть позволяло атакующему даже легче догадаться о том, что там за секрет. Ну, то есть, условно говоря, вот у нас есть 12 слов рекабери-фраза. Я, да, я могу записать по первые 8 слов, слова с пятого по двенадцатого и первые четыре и последние четыре на три бумажки. Дальше любые две из них помогут мне восстановить обратно эту фразу. Проблема в том, что, да, мне надо догадаться только с четыре слова, и это перебор, который не кажется невозможным при нынешнем развитии технологии. Если у меня есть одна эта бумажка или я пришел к кому-то там и подглядел ее, то у меня есть достаточно большое количество информации про то, как восстановить этот ключ и увести там все нажитые миллионы. И да, я очень удивляюсь, что не было такой системы, но как бы есть много разного уровня поделок, и ни одна из них не является собственным продуктом, которым можно было пользоваться. Есть схема, которая называется Shamir Secret Sharing, разделение секретов по Шамиру. Эта схема позволяет быть умнее, чем просто разделять слова вот этими восьмерками. То есть мы можем поделить какой-то текст на три куска, любые два из которых смогут восстановить исходный секрет, но никакой один из них не даст мне вообще никакой информации о том, чего там зашифровано. Это некоторый забавный, парадоксальный математический факт, который, к сожалению, в аудио довольно сложно объяснить. Мне кажется, он объясняется хорошо, как в трехмерном пространстве точка поперляется при сечении трех плоскостей. Ну вот сейчас надо танцевать, танцевать или рисовать. Словами объяснить я могу попробовать, но это как бы лучше мы сошлемся на Википедию где-нибудь там внизу. Ну да, мне по крайней мере помогает визуально это понять. Картинка, где у нас есть три плоскости, которые пересекаются в какой-то точке, ты берешь любую одну плоскость, это плоскость, там бесконечное количество точек, берешь даже любые две, и там прямая, там тоже бесконечное количество точек, и только три тебе дают собственно точку. Ну, что-то вроде этого, только на поле натуральных чисел, естественно. Вот, это да, есть механический механизм, математический, а потом нам надо просто решить большое количество абсолютно прикладных секьюрити задач, и чтобы из этого получился достаточно надежный практический инструмент. В частности, да, мы же как-то хотим, то есть вот у нас это, мы не хотим переписывать от руки с экрана ужасные абракадабры, которые являются нашими вот этими кусочками секрета по Шамиру, потому что мы сделаем опечатку, и все пойдет прахом. Ну и что же можно закодировать в, ну, в качестве каких-то слов, в словарь? Они, к сожалению, получаются чуть больше, чем исходные материалы, кроме того, ну да, у рукописного текста есть проблемы с тем, что не все могут читать почерк всех остальных и так далее. То есть, нет, к сожалению, переписывать руками с экрана, это не то, что было бы хорошим масштабируемым секьюрити решением, по ряду причин, в частности, люди не очень любят писать руками. Значит, это надо посылать на принтер. Безопасность принтеров это страх и ужас. они все практически ведут протокол всего, чего вы печатали, который остается там где-то на флешке, и хорошо бы, чтобы эта флешка хотя бы не была бы удаленно прочитываема. То есть, да, принтеры можно удаленно заставить печатать что-то, их можно заставить удаленно перепрошиваться, то есть, никто из производителей принтеров не думает о какой-нибудь особой безопасности. Поэтому доверять принтеру тоже нельзя, и пришлось придумывать схему, в которой что-то от руки все равно надо переписывать, но, да, это не будет два килобайта текста, это будет какие-то четыре слова. Дальше эта программа, естественно, должна жить 20 лет. И это, опять же, возвращаясь к тому, с чего мы начали, к печальному состоянию инженерной культуры состроения, не так много способов, которыми я могу написать программу, которая будет надежно воспроизводиться через 20 лет. Если вам этот тезис кажется сомнительным, вспомните, какие программы у вас были 20 лет назад и попытайтесь одну из них запустить. Найти, скачать и запустить. То есть, экзешник для Windows XP на 10-ый Windows не запустится? А в 99-ом году уже было Windows XP? Не было на 99-ом году? Наверное, нет. Была Windows 98. Ну или 98? Попробуйте. Особенно те, кто на Mac с тех пор мигрировал, попробуйте. Мигрируй все, конечно, должны на Linux именно для того, чтобы меньше страдать от этой проблемы, но, ну, потому что, как ни странно, наличие, ну, то есть, абсолютно не странно, что наличие открытого кода позволяет гораздо легче переживать с портированием между процессов и архитектурами, разными версиями дистрибутивов, в принципе, поддерживать код на плаву в этом плане. И этого все равно недостаточно для банана сплита и того, как я себе видел бы, как это должно было работать. В итоге, в итоге что получилось с учреждением юзера? Что можно сделать? Получился HTML файл. То есть, получилось веб-страничка, не веб-страничка, документ не документ, приложение не приложение. Абсолютно принципиально важно для меня, что он работает именно таким образом, потому что его можно и нужно скачать себе на диск, использовать как приложение с этого диска. Точно так же его там можно закачивать на флешку, отдать друзьям, вот пусть друзья им тоже пользуются. И это, в некотором смысле, единственный способ обеспечить ему живучесть, потому что веб-стандарты как раз вряд ли умрут за 20 лет. И при этом, да, это абсолютно кроссплатформенное прекрасное решение, которое, к сожалению, заставило меня большое количество криптографии на JavaScript добавить. Это не идеальное решение, но кажется, что это довольно прагматичный размен, который я совершил и не жалею. Да, то есть оно пытается быть как можно менее веб-приложением, оно пытается как можно больше требовать, чтобы ты сохранил его на диск, чтобы ты вышел в оффлайн, чтобы ты не вбивал просто в веб-страничку какие-то свои секреты. И я ожидаю, что если появятся поддельный банан-сплит, то это будет довольно очевидно, что оно пытается что-то украсть, потому что оно не просит тебя выключить Wi-Fi прежде чем вводить туда что-то секретное. Вот, и веб-страничка, да, то есть у нее есть два режима. У нее есть режим поделить секрет, и есть режим восстановить секрет. В режиме поделить секрет она генерирует просто набор страниц для принтера, которые надо распечатать, переписать на каждую из них от руки недлинный пароль шифрования, который нужен именно для того, принтера. И в режиме восстановления она при помощи камеры может эти QR-коды считывать, и по ним потом восстанавливать информацию. Она работает на мобильниках, она работает на всех платформах, которые у меня были, и да, я очень удивлен, что никто, то есть все крипто-примитивы, которые там используются, они были до этого. Я очень удивлен, что никому, то есть важный кусок безопасности это именно приколтная практическая безопасность, вот самая operational security. И в частности, да, и в палите я тоже про это довольно много думал, потому что нет никакого смысла в очень хорошем фаерволе, если он запрещает тебе самые простейшие телодвижения в сети, и после этого... То есть ты его просто выключишь, и ты его обойдешь. Или я был на довольно секретном российском производстве, где был вот такой фаервол, и в итоге все инженеры сидели в интернете со своего 3G, со своих мобильников, что как бы подрывает всю идею того, что вот у нас есть фаервол, который препятствует вытеканию информации. Поэтому, да, то есть я довольно много думал и сравнительно немного, но все-таки покодировал для того, чтобы вот самый Banana Split имел практическую пользу и практическую ценность именно как, не как протокол, а как софтверный продукт, которым можно и понятно пользоваться. Да, ссылку, конечно, мы приложим в... Ой, не вкладывайте пока ссылку, потому что на самом деле нужен еще один проход UX для него, то есть он пока готов только для... как бы для людей без инженерного склада ума он не подходит. В этом плане вам нужны друзья-инженеры, чтобы они тоже потом могли вам как-то с этим помогать. Окей, позовите друга-инженера и тогда можете... Пять друзей-инженеров рано или поздно мы как бы я дотачу интерфейс, я дотачу формулировки, как ни странно, объяснить это все на пальцах без использования ссылок на Гибипедию и графиков с трехмерными пространствами это довольно сложная задача и как только я ее решу, то есть вот не остался ни security компонент, тогда, да, можно будет ссылаться и мы постараемся сделать это официальным проектом парить и ссылка будет более-менее везде, где вы видите ссылки на официальный проект парить. Отлично. Ну давай совсем еще, если у нас есть еще пара минут, обсудим, собственно, почему мы собрались сейчас в одной комнате, потому что я приехал на берлинскую блокчейн-неделю, которая завершилась вот несколько дней назад. Твои впечатления? Какие ты успел ивенты посетить? Какие-то самые интересные доклады, может быть, или что, скажем так, о берлинской блокчейн-экосистеме следует знать нашим слушателям? Не было ничего берлинского в этой экосистеме, но кроме того, что в Берлине, в принципе, довольно большое количество глобальных стартапов, поэтому стартапы, которые вы знаете в сфере, они, да, во многом... То есть есть вероятность, что у них будет офис в Берлине. Но нет, это явление абсолютно глобальное, и в частности хакатоны в Берлин, он тоже абсолютно не локального значения, и подарил нам несколько вещей типа Теснета, Герли в прошлом году и так далее, которые абсолютно большие и значимые. Я не берусь сравнивать самый Web3 Summit с прошлым Web3 Summit, потому что прошлый был условный нулевой, этот был первый, и, естественно, масштаб был совсем другой. И да, в этом году среди гостей были Столман, Сноуден, и в некотором плане Web3 Summit это очень интересная для меня конференция, потому что она имеет отношение к технологиям где-то такой же, как наш разговор. То есть да, мы разговариваем про технологии, но в конечном счете у нас важно не забывать для каких социальных изменений мы все это делаем. В этом плане это, в принципе, что-то, что я бы хотел больше увидеть в инженерном образовании, думайте, каким социальным изменениям приведут ваши эти самые чисто инженерные работы. Если не каким-то, наверное, стоит заниматься чем-то другим, если каким-то, то тоже стоит подумать, не станет ли хуже. Да, полезно иметь конференцию, на которой про это можно поговорить с главной сцены. Второе, да, естественно, абсолютно важный ивент, это Hackathon of Berlin. В этом году я, как ментор второй год подряд, я вижу очень большое зрелость команд, которые приехали и готовы, то есть все знают, что они делают. В прошлом году я решал в основном проблемы мимолетные и проблемы в духе, там, как нам написать здесь тесты, как нам настроить какой-нибудь continuous integration, как нам вообще, куда надо правильно выливать даб, чтобы все могли им пользоваться, а нам не пришлось бы платить миллионы за хостинг. В этом году я давал советы вроде обсуждения 40-минутного стандарта межсетей, которые можно было бы использовать на андроиде. Команды были гораздо более подкованные, они пришли и знали, чего они делают и даже приблизительно знают, как они это будут делать. Я очень надеюсь, что это индикатор того, что в принципе происходит в комьюнити, в принципе, и да, это заставляет меня гораздо более оптимистично относиться к тому, куда это все вырулит, вот вся эта движуха с децентрализацией и так далее. Потому что, да, вот я последний раз, когда я был в Москве, я довольно печально наблюдал это общее предубеждение, да, вот чем ты занимаешься блокчейном, и все сразу такие, а, типа, все с тобой понятно, это как, типа, герболайф, МММ, ужасные чуваки, которые продают какие-то свои пеннистоки, ничего не подозревающим таксистам, и, наверное, это не круто. И да, приходится всегда, ну вот, да, мы вот голодных кормим временем при помощи нашей технологии и так далее. Это не очевидная история. Мне кажется, что чем больше технически зрелых и продуманных проектов будет возникать, мы как бы сможем сделать что-то лучше, чем просто собрать денег и скрыться в тумане на лошади. Да, отлично. И здесь, как мне хотелось бы надеяться, наш подкаст тоже играет определенную роль в том, чтобы русскоязычные комьюнити в меньшей мере считало, что блокчейн – это МММ, пирамида и то, от чего стоит держаться подальше, хотя такие явления, безусловно, есть, но мы стараемся рассказывать не о них, а о содержательных, интересных и проектах, идеях, которые будут иметь далеко идущие последствия, как хотелось бы надеяться к лучшему. Было бы круто сделать подкаст про самые дурацкие идеи блокчейна, вот с подробным разбором, почему они дурацкие. Ну, мне так сходу не приходят конкретные номера выпусков, но я почти уверен, что мы делали какие-то разборы не с целью обнаружить именно самые дурацкие, а просто освещали какие-то конференции или какие-то доклады, и гости у нас были такие, которым мы задавали много острых вопросов и в конце концов так ушли не особо убежденными, так что это у нас тоже аспект такой есть. Это я опять в свою философию все перетягиваю, что важно смотреть на social impact. В этом плане было бы правда интересно посмотреть на эти идеи, которые абсолютно солидно выглядят, которые работают и которые могут даже позволить собрать денег, что-то запустить, а при этом быть абсолютно чудовищным паноптикумом всего, чего не хотелось бы видеть в цивилизации, но вот да, то есть как бы Facebook Libra из последних новостей. Мы обсуждали и целый выпуск, и мы посвятили. Вот, как бы круто, что да, то есть оно будет работать, как бы Facebook не надарется ее выпустить, и она будет работать как заявлено, и там даже может быть транзакции с Facebook Messenger везде посылать. Это полная антитеза того, за чем мы в парите работаем в каком-то смысле, что хотелось бы забрать власть у Facebook и вернуть ее тем, кто, собственно, является субъектом этой сети, а не наоборот. Поэтому и нужен, собственно, весь этот governance, весь этот эксперимент и так далее, они нужны для того, чтобы понять, как сделать более справедливо, потому что мы проходили как основное право, оно не очень работает. Да, ну давай на этой оптимистичной ноте завершим. Если что-то хочешь добавить нашим слушателям. Я не знаю, как в двух фразах проявить всем слушателям какой-то этический компас над всем, чего они делают, но в принципе это было бы максимальным пожеланием, то есть больше сомневайтесь, что вы делаете правильную штуку. Ваша жизнь станет гораздо более нервной, но в конечном счете, наверное, гораздо более осмысленной. Постараемся. Давайте тогда мы завершим наш разговор. Спасибо большое. Мне кажется, мы очень много интересных тем покрыли как технических, так и философских. Мне была очень интересная идея, что слушатели тоже много вынесут из этого разговора. У нас был в гостях Кирилл Пименов, главный по безопасности в Parity. И я Сергей Тихомиров. Это был подкаст «Базовый блок». «Базовый блок» выходит при поддержке компании Waves, за что мы большую благодарность и большой респект выражаем. Waves, платформе для дезинфицированных приложений, тоже с ребятами из Waves мы виделись и на этой берлинской блокчейн-неделе, здоровались, познакомились, так что люди находятся в контексте и следят за тем, что происходит. Заходите на wasteplatform.com, смотрите, что они там классного имплементировали. Спасибо большое нашим патронам, которые поддерживают нас на Патреоне. Если вы еще не патрон, присоединяйтесь и поддержите нас. Это поможет нам делать подкаст лучше. Подписывайтесь, рассказывайте друзьям. Наш кэндл «Базик Блок Радио» во всех социальных сетях. Мы находимся в iTunes. Конечно, нас можно подписаться через старый добрый РСС и на множестве других платформ. Телеграм и чат Вконтакте, Твиттер тоже к вашим услугам, а также Инстаграм. Большое всем спасибо за внимание. До следующего выпуска. Чао.